итак пятый день виланы транки и прочее прочее коммутации вчера мы с вами помаршутизировали понастраивали над и в общем-то готовы перейти к коммутации какой центр сказать для сдачи но лучше выбирайте не тот который в крупной тройке находится то есть весь крупняк они обычно левыми сдачами промышляют поэтому если вы допустим в бауманке сдаете или в звездах то если вы будете наниматься в какую-то серьезную фирму то там конечно же по номеру центра тестирования пробьют ну там айдишник центра тестирования есть на листе и у вас могут быть проблемы ну потому что много там покупают то есть там через за деньги сделать можно поэтому оттуда вагонами выходят бумажные сессии ней которые вообще например ни разу не этим не занимались просто пришли денег занесли поэтому вам гораздо проще естественно сдавать в каких таких спокойных местах где это все не в топовых ну или при системных интеграторах не сдавайте тоже там та же самая фигня все прекрасно понимают зачем центр тестирования системных интеграторов нужны чтобы набрать с рынка труда кадров самых дешевых вот им экзамены докупить а потом эти люди никуда уйти не смогут потому что квалификации у них нет а лычки есть они на собеседование приходят их там прокатывают и назад возвращают вот эти все схемы с экзаменом с покупкой да они еще и фиксирует персонал то есть выберете человека малограмотного которому нужно например на объекты выезжать и там проводить рутинные действия типа переустановки к там тех же контроллеров домена каких-нибудь там заведений машин в доме на если у винды а если у цисок то инсталляции прошивки нужными иосами настройки айпишников вот такой человека берете да и мы экзамены в левую делаете главное чтобы он это в этом ничего не разбирался он потом когда попробует сбежать он придет кому-то на собеседование скажет я там ccmp например а его попробуют по вопросам погоняло ни хрена не знает и он к вам обратно придет можно ему денег мало платить вот такую схему выгодную и давно раскусили всякие крупные конторы поэтому сдавать экзамены в таких вот подобных местах не очень хорошо потому что вы в потоке будете среди подобных товарищей вот таких вот такие вот моменты то есть выбирайте исходя из скажем так не относящихся к айтих момент так вела на транке побежали дальше так чуть у меня скроллер пропал так у вас на экране то видно а секундочку у меня отвалилось что я управляю слайдами сейчас я сейчас переключусь а вот сейчас переключилась и так а то я переключаю думаю что у меня переключается на экране не переключается древние классическое разбиение сети на уровне вот именно корпоративный выглядит точно так как у вас на экране принципе таких разбиений много есть такая штука enterprise composite network модули вот и цены есть специальные модели логические для дата-центровых сетей для операторских потому что чуть другое назначение у сети но вот то что на экране это так нормальная сеть предприятий в чем суть те устройства которые будут расположены на уровне доступа access они будут напрямую взаимодействовать с абонентами это значит сразу же на свечовый язык переводим что коммутаторы уровня доступа будут многопортовыми будут уметь авто согласовывать кучу режимов подключения на каждом порту да то есть это нормальная вполне ситуация когда в один порт включается чувак с 100 мегабитным full дуплексом поддержка в другой 100 мегабитным half дуплекс эти же коммутаторы будут обладать базовыми защитными всякими функциями для того чтобы не пускать в сеть кого не нужно вы знаете что обычно это какая-то простенькая фильтрация по макам или 802 1x более продвинутый чтобы чужие компы не могли к вам включаться но главное именно первый рубеж обороны начинается вот с этих вот саксессовских устройств то есть первая задача это в сеть не пускать кого попало да и она именно таким способом решается в аксесс устройств у вас будет акцент на импульсном трафике то есть абоненты включены в них не будут постоянно использовать мощности сети это конечные станции именно запросили что-то запрос обработали и дальше поскакали сервер втыкать сюда не нужно потому что сервер с постоянно загруженным интерфейсом из этой логики выпадает на аксесс уровне у вас будут также задачи по скажем так сбору трафика то есть его стартовой классификации ну например присвоению номера вилана для входящего трафика у вас же например на компьютере который вы втыкаете в порт коммутатор вы номер вилан не указываете он не знает какому на вилане потому что он просто изернет кадр отправляет а вот уже коммутатор на уровне порта помечает что все что через этот порт входит это допустим 10 вилан или 20 то есть но идет предварительная операция по разметке данных они тоже на аксесс уровня у вас будут аксесс оборудование обычно самое дешевое и самое простое его иногда еще называют оборудование рабочих групп воргрупп ну типа вот собрались пять человек поставили свитч в центре стола воткнулись проводами и давай работать друг с другом сейчас тема уже уходит потому что все работают все подобные функции воргрупп выполняются через облачные сервисы через интернет так distribution уровень уровень распределения тут клиентами отдельными будут уже access устройство это значит что трафик будет приходить уже помеченный классифицированный уже плотным потоком связь между access и distribution будет называться uplink вверх связь уходящий и много много полезных данных по ней будет передаваться так как это будет раз суммарный трафик куча устройств он будет выравниваться из импульса он превратится в такой по части скажем так нагрузки более сглаженный без пиков особых distribution устройство априори более мощные надо обрабатывать больше потоки трафика и именно distribution уровне происходит перенаправление трафика по сети то есть именно там берут охапкой допустим трафик 10 вилана и говорят так если вы идете в серверную подсетку то надо вас дот вон того коммутатора протащить туда вы уже в серверную подсетку попадете именно distribution у вас работают основные протокол динамической маршрутизации именно там quality of service первичные всякие фильтрации будет делать ну если у вас деньги если на аксессе может но в общем в классическом дизайне на distribution это будет происходить именно там у вас начнутся чуть более сложные фильтрации ну например на уровне инспекции протоколов да то есть на аксесс уровне пущать не пущать критерий то есть подключился в сетку наш нормально а более сложные фильтрации не делаются потому что аксесс устройства дешевые быстрые глупые а distribution и медленные и умные они уже говорят так давай разбираться вот у тебя там такая-то сетка вот ты допустим хочешь не знаю подключиться к подсети где почтовые серваки значит ты будешь подключаться только по таким-то портам и протоколам потому что ты можешь туда подключаться только с такой целью значит другие порты не нужны то есть вот такие всякие фильтрации очевидные да там они будут уже делаться на distribution на distribution будут становить топологические хитрости взаимоотношения отдельных элементов именно distribution коммутатор будет определять как и куда протаскивать то есть поэтому на них всякие там spf работают все на них реализуется distribution устройство будут при тех же количествах портов и при тех же скоростях сильно дороже аксессов классический пример там 10 лет недавности это когда 2950 на аксессе 3560 на distribution вот когда раньше на суду l3 switch это предполагалось что вот его задачи на distribution стоять сейчас l3 switch уже до аксесса продвинулись и в общем то из-за этого сетевые дизайны поменялись но это большой другой разговор для нас пока главное общую модель логическую посмотреть и наконец магистраль core магистраль честно говоря самый ненужный компонент он появляется только в случае определенных габаритов сети то есть только когда вы не можете сделать full mesh внутри distribution то есть связать полностью каждый на каждую distribution вам имеет смысл делать магистраль если у вас три distribution свеча вы их треугольником связываете и никакой магистрали вам в принципе не нужно потому что любой свечи любого другого по проводу все передает а провод быстрее любого коммутатора то есть докупим к мы core устройство магистральный свеч все в него воткнемся чем напрямую быть воткнутыми это алогично у любого устройства будет не нулевая задержка отрицательной задержки быть не может в принципе раз не нулевая задержка то она будет всегда медленнее чем одиночный провод в чем среда передач но как только у вас будет большой distribution уровень например несколько десятков коммутатор вы естественно схему каждый на каждую сделать не сможете естественно вам придется каким-то способом и друг другу подключать например в кольцо а раз в кольцо то у вас немедленно появляется такая штука транзитный трафик иными словами представьте себе кольцо допустим ну для простоты из десятка коммутаторов вот тогда коммутатор номер один до коммутатора номер пять может добираться только через кого-то другого и если у вас клиент подключенный коммутатор номер один обращается к серваку который воткнут коммутатор номер пять то какой-то из сегментов кольца загружается транзитным трафиком который сквозь него бегает не имея к этому трафику никакого отношения от этого естественно проблема магистральный уровень core будет нужен для того чтобы обеспечить сверх быструю телепортацию трафика между distribution устройствами именно для этого ничего функционального core делать не будет ничего крутого по части обработки его задача супер быстрая проброска то есть умный уровень это distribution на нем обработки идут core нужен для того чтобы от точки x на distribution до точки y быстро пробросить трафик вот так такой кошмар другая модель еще есть вы можете увидеть иногда aggregation layer когда уровень агрегации употребляется в разговоре то это скорее всего речь идет о дата центровой сети там уровня access нет потому что у access портов этот импульсная загрузка надо дата центра вообще не нужно в дата центре по идее всем нужна стопроцентная полоса если вы сервер берете доставить в дата центре ну логично что вы хотите вы использовать на полную это когда вы комп покупаете и у компа гигабитный интерфейс это не значит что вы хотите стопроцентную загрузку гигабитном интерфейсе чего делать то быть такой скоростью постоянно правильно обычный клиент да нечего делать совершенно а у сервака нет вы ставите файл сервер вы ему ставите порт сетевой вам конечно хочется чтобы он его использовал на полную вот поэтому если вы встречаетесь с моделью в которой нет access layer за то есть aggregation layer это про дата центровой штуки если вам эта тема интересна у нас на эти пишнике лежит мой вебинар по nexus ам по цисковским дата центром коммутатором вот можете посмотреть ну и соответственно если дойдете то ccna дата центр там с nexus ами с такими жирными семитонниками мы как раз работаем чё и как зачем почему ну вам будет наверное для простоты ближе тысячный nexus потому что это виртуальный коммутатор который гораздо более распространен ну в общем то это отдельная интересная тема когда модель по-другому чуть-чуть выглядит нет корр это не узел агрегация корр это как раз супер транзитная такая часть он ничего не делает просто пробрасывать быстро от одного дистрибища до другого он не терминируется можно ли сдавать вышестоящий вы можете вообще на любой экзамен записаться сдать но чтобы вам присвоили статус да у вас предыдущие должны быть данным раньше можно было cnp любой сдавать самостоятельно без сена сейчас когда специализированные сисены и развелись всякие сисены и security прочее они как преликвизиты чаще всего нужны но лучше всего смотрите на сайте потому что там в некоторых случаях они нужны в некоторых нет у циски сисены и сейчас делятся на с нуля и не с нуля вот например сисены и роутинг свитчинг который нас сейчас с нуля сисены и сервис провайдер с нуля а вот допустим сисены и вайрлес он уже предполагает что у вас этот сена и есть там уже не объясняется и пишные части или сисены и security он тоже не с нуля он предполагает что у вас это сильно есть поэтому циски сейчас ситуация когда некоторые сдаешь все сисены и экзамены и тебе присваивают а у некоторых сисены и целевой должен быть дан то есть например в том что мы секурики треки да там все сильные security материал который не прикрывается сисен пи то есть вот у нас например народ и свитч будет развитие этого курса а все сильные security грубо говоря одни темы а все сильные security например разобрались как все запаролить да а все cnp security vpn и пошли радиус как настроить да как там цисковский аэс я поэтому там надо смотреть в каждом случае конкретном но общая логика понимаете да если все синые совсем отдельный тем от cnp то чтобы cnp присвоили придется его тоже стать а так вы можете пойти сдать любые просто у вас в сертификацион трекере на сайте циски не сработает сборка сертификации вам скажут не выполнен пререквизит вот так ну по части интер трудоустройства пофигу вы если просто принесет что у вас данные экзамены есть то есть этого достаточно для критерий если у вас будут даны экзамены роут и свитч вы можете честно написать знание уровень cnp то что troubleshoot курс там материалов совсем мало там в основном обыгрывают ситуации роут и свитча так нам это уровневая модель пригодится во всех случаях то что мы каждый раз когда будем какое-то взаимодействие описывать будем говорить где оно происходит ну например задача оптимизации стыка access distribution это одни задачи это когда вот вам нужно чтобы допустим у вас у каждого отдела в организации свой коммутатор и они все воткнуты в один общий толстый вам надо чтобы между ними трафик быстро бегал там одни вопрос там виланы прочее куда как перенаправлять и чс рп где запустить если же вопрос взаимодействия distribution core он другой да то есть как быстро связывать distribution поэтому в зависимости от того на каком участке сети задачи выполняются у вас будут разные задачи разные способы их решать и протоколы будут разные на access distribution у вас например надо будет потихонечку изживать протокол спанинг 3 а в пределах distribution и distribution core его вообще не должно уже быть там уже должно быть l3 связь да то есть казалось бы и там свечи и там свечи но вот в одном сегменте одни протокола в другом другие такс да можно конечно сейчас вообще мурат большинство вопросов решать собеседованием то есть определенный процент покупных сертификаций приводит к тому что все равно будут собеседовать всех потому что приходят люди которые устроили заработать системный интегратор и за месяц сдали 14 экзаменов то есть поставить себе картинку дату такой работал вот там не знаю в каком-то дальнем регионе абстрактный мальчик вася этот абстрактный мальчик работал с из админом 1с переставлял потом он принял приложение на огромные деньги на целых 50 тысяч рублей в москву переехать для его региона это огромные деньги для москвы но пока не знает это не очень огромные деньги цензурно выражать вот он приехал ему говорят отлично у нас организации лычек не хватает чем эти обклеим бумажками сверху до низу ты главное никуда из комнаты не выходи вот потом у него бумажки получились потом выяснять что людям с такими бумажками платят больше приходит к начальнику и говорит хочу пойти куда-нибудь он будет ну иди попробуй мы поржем мальчик идиот его там соответственно ну как так сказать ну в общем с ним что-то делают он возвращается назад там штаны на месте вроде все хорошо то есть лицо грустное но пытается скрыть и дальше продолжает работать а потом когда пытается куда-нибудь уйти ему говорят слушать ты понимаешь сколько там за эти экзамены денег должен так что пока никуда не уходим вон у тебя объект ты давай до вечера посидишь поработаешь тебя 12-часовой день это нормально овертайм ты не бойся все хорошо будет там буквально лет пять поработаешь и считает дал вот так что при такой ситуации всех собеседует потому что реально есть люди сисин пи приходят которые вообще не знают как на консоль зайти или там что-то базовое сделать то есть уникальные прецеденты уже есть если раньше это было на уровне анекдот то сейчас реальность процент который на собеседование приходит на шару типа вдруг прокатит так что если вы реально знаете то есть все темы курс просто прошли и понимаете про что речь ну пишите что знаете не прогадаете совершенно вот так access layer вот что нам нарисовали он у нас предоставляет connectivity совершенно верно resilience and security services ну понятное дело что вопрос подключения на себе решает и 8 видео саппорт под 8 видео саппорт что имеется ввиду видеть эту картиночку 8 видео саппорт это как раз тот самый намек на то что на аксессе у вас должна быть более сложная обработка смотрите раньше всегда было как вот в классике типа access это l2 это такие свечи двухтысячные линейки а distribution это так роутеры или l3 ну короче там l3 потом циск стал везде писать ребята давайте на access и l3 ставить и тут все стали раскусывать циску как ее раскусывать стали сказать так это же мировой империализм хочет залезть ко мне в карман и украсть мои несметные сокровища это циска хочет просто свое дорогущее говнище впарить ух я их раскусил всех ведь l2 коммутатора хватает ведь у него дырка из для g45 да а у нас шнур из тире 45 все один к одному что нас где-то обманывают но мы же хитрым этого не допустим на самом деле все просто l3 на access уровня нужен для того чтобы более качественно quality of service обрабатывать если у вас l2 switch тупой на access уровне то все что вы можете это сказать вот этот кадр въезжает в 15 вилан поехал дальше вам при классификацию по трафику не получится вести то есть у вас есть допустим какой-нибудь тип который там по портам tc пишет на 50 60 50 61 работает или не знаю есть какой-нибудь там грешные потоки который там 47 протокол или там и sph там 50 и 51 без разницы у вас есть что-то с чему надо приоритет но это что-то отличимо только на уровне айпи пакета и выше вот l2 switch этого не сделает аль 3 на уровне входа трафика скажет о голос вижу вижу голосовой трафик чпок сразу пометил этот трафик сразу приоритет приоритизированный бежит поэтому циск не обманывает когда говорит что l3 access уровень нужен для войс и видео это не попытка развести на деньги это реально нужно ну к тому же честно скажем прогресс идет в плане удешевления и если 10 лет назад l3 access switch это было конкретно дорого очень то есть супер богатая организация могла себе позволить там 3750 на access поставить то сейчас то разрыв в деньгах он изменился и даже скажем так простенький или 3 они по цене сопоставимы с или вторыми коммутаторами поэтому чем брать там новые 29 60 возможно вам проще бы уж на 35 60 поставить на access и все будет хорошо то есть вот про это речь такс вот distribution видите сколько у него всяческих возможных вариантов к нему и ван устройства подключены и выход в интернет и варис land контроллер который видимо просто из космоса откуда-то втыкается и вот всяческие клиентские устройства distribution занимается маршрутизации манипуляции пакетов манипуляции пакетов классный термин хитро манипулирует пакетами такая рука которая терзает весь мир за горло манипулятор главный и масштабируемость до distribution за масштабируем встречает в каком плане если в distribution у вас есть запас по производительности то у вас легко наращивается access грубо говоря на access уровня у вас все определяется количеством портов и абонентов пришло 10 человек на работу вы говорите берем новый свитч со склада втыкаем если в distribution есть куда вы воткнуть и там хватает мощности то для остальности это проходит незаметно то есть больше чуть народу стало если же у вас distribution требуется добавление элемента да то у вас топология distribution и меняется взаимодействие между элементами меняется надо все пересмотреть в общем-то затрат поэтому масштабируемость distribution она важна для проектирования там масштабируемость access она выражается в количестве конечных элементов грубо говоря есть у вас там настроены вай-фай сети 12 точек вам говорят вот мы еще две комнаты добрали по точке то надо повесить в бизнес-центре две комнаты до дополнительных вы их добавляете вот если у вас коммутатор в которые это все воткнуто и варрис land контроллер выдерживают такие нагрузки то все заканчивается втыканием еще двух точек и все с однотипной конфигурации как у всех предыдущих вот про это здесь речь когда про масштабирование так далее магистраль да ну вот про магистраль рассказаны видите у вас land topology без кор уровня смотрите вот какое паутина прямо сюда в паутину попадают маленькие админчики и засыхают там страшных корчах а вот тут не попадают админчики тут в центре уже сидит core layer как раз на правах паука и паутину собой закрывает обычно надо для себя вот в коре выделить главный момент магистральные устройства очень быстрые и очень глупые никакого функционала дополнительно не может быть то что и задача пулей пробрасывать данные на них не надо класть задачи по обработке ему все притормаживать предполагает что у вас трафик предварительно пережевывается на аксессуров на distribution поступает и там с ним делать все основные операции то есть отфильтровали маршрутизировали отклассифицировали в очереди построили вот все с ним сделали а core это такой способ быстро прыгнуть на другой distribution вот надо там тебе от свеча x до y можно через провод напрямую а если большая большая сеть то вот есть специальный такой прозрачный коммутатор огромный в космосе висящий туда кинул кадр и он чпок сразу долетел до получателя понимаете да что если у этот центра какая доп обработка будет он априори не станет самым быстрым а он должен быть очень быстрым его задача прикидываться как будто бы его нет у циски если что по модельным рядам да это 49 коммутатор можно конечно же distribution и collapsed core сделать вместе когда дистрибьюшн и корсовмещенные например взять 65 серии свечи такие шкафчики могучие там только плати и мощность будет да но вот именно устройство четко под корр это те же 49 тут и сорок 9 xx серии так проблемы сети с плохим дизайном ну проблем в ней всегда много тут мы только некоторые рассмотрим то есть такая логика серии какие проблемы если в сети изначально все плохо такое вот у вас до вас был вредитель допустим вы приходите и говорят что вот тут был человек который сеть осознанно вредил давайте разбирать что он навредил смотрите у нас есть восемь отделов эти отделы они подключены как четыре отдела коммутаторы проводами напрямую а четыре сквозь них дизайн мечты ну понимаете первым делом большой домен широковещание если все это сделано у вас одной из эрнет-сети у нас пока виланов же мы пройти ничего не знаем на слайдах же и не было поэтому светодносить то когда вот этот вот комп из бухгалтерии будет вот к этому компу с бухгалтерии орать слышь какой у тебя там этот мак-адрес потому что мы с тобой соседи по и пиш ником а то я не знаю это вопль будет выходить до всех вот досюда еще один домен широковещание да ну 9 коммутаторов ничего такой нормальный брат каст конкретный парит и вот они друг другу будут орать привет откликнись а потом давай ты лучше нет давай ты лучше вот у них такое будет общение директуально большой домен широковещание много лишнего и ненужного широковещательного трафика который прерывает работу сети всем приходится выслушивать этот кадр проблемы управления и поддержки я думаю что в этой картинке прекрасно понимаете что если вот этот вот коммутатор выключить то вот этот вот свитч который совершенно не имеет никакого отношения к данному отделу а хочет просто куда-то в интернет выходить не сможет работать вот как раз это называется проблемой дизайна да когда у вас задача у восьми отделов выход в интернет обеспечить и выяснять что из четыре отдела которых он просто выход а 4 у которых со спец зависимостью под названием если у этого ток не выключат или там его не будут ремонтировать далее проблемы с безопасностью security vulnerabilities смотрите у каждого из этих отделов может быть своя и писать никто не мешает по всем взять и раздать отдельные айпишники тогда они все будут друг другом общаться и каждый будет нормально ходить в интернет просто вот это вот маршрутизатор вот на этом интерфейсе надо быть 8 айпишников повесить и для каждого из этих отделов он будет шлюзом по умолчать они смогут до него достучаться они с ним в одном эзернете сидят все нормально проблемка только в том что если кто-нибудь поставить снифер то он увидит соседский брат каста же брат каст ходит по эзернету значит до всех долетают и он увидит брат каст других отделов и он почитает заголовки поймет что не другие айпи сети и он может взять и себе просто так повести айпишник язык айпи сети и в ней оказаться то есть если у вас существует одна сеть эзернет не нарезанная виланы и в ней несколько айпи сетей то они друг друга широковещаниями накрывают и при прослушивании трафика будет видно что он присутствует других айпи сетей и тогда любой при желании назначает себя айпи адрес из целевой сети и в ней автоматически оказывается но это не говоря уже о том что в каждой айпи сети есть еще служебный трафик именно внутри нее например мультикастовой типа я ищу ближайший роутер который будет выдавать совершенно феерические эффекты то есть чувак говорит я в сети 192 168 1 0 у меня айпи адрес 192 168 1 1 дайте-ка я зару скажи мне ближайший роутер это мультикастовый адрес 224 002 где у меня там допустим мультимедиа поток какой-нибудь хитрый и тут ему начинают сыпаться ответы типа я роутер 192 168 19.254 я тебя сейчас спасу он ему говорит типа ну что ты меня спасать ты будешь и зоид я вообще-то не в твоей сети меня висеть какая-то 268 1 1 а у тебя смотри какая-то с 2 168 19 254 ты откуда вообще тут можешь нарисоваться это же мультикаст локальный в пределах айпи сети но локальный то локальный но он у всех одинаковые пирси 224 . 0 . 0 . 2 понимаете ситуацию то есть из 1 айпи сетей много и они вот этим делом все начинают друг на друга накладываться орать ругаться не понимать что происходит ну естественно проблемы ну и фейлер домен фейлер домен как раз домена отказа то есть совокупность узлов любой из которых отказывает и проблемы здесь чем просто вот это провод перекусываем и проблем сразу двух отделов а вот это перекусываем только у одного то есть неравномерный они логически должны быть равномерной они одноранговый да получается что не так от всего этого нас будет спасать супергерой человек вилан чем будет человек вилан заниматься человек вилан будет заниматься логические нумерации экземпляров сети Ethernet. То есть у вас есть физическая сеть Ethernet, такая большая, в которую у всех разные MAC адреса и кадры ходят. А хочется вам внутреннюю выделить логические сегменты, которые бы друг с другом никак не были связаны. При этом вам хочется, чтобы это для конечных узлов прошло совершенно безболезненно. Как это все будет? У конечного узла никакой информации про VLAN, в котором он находится, нет. Конечный узел работает с обычным протоколом Ethernet. Он умеет отправлять обычный Ethernet кадр. Он его отправляет, а коммутатор уже умеет помечать, что это за логическая сетка. А после этого кадр с дополнительным заголовком уже обрабатывается, исходя из того, что у него этот заголовок есть. Вот такая вот замечательная штука. Мы будем называть VLAN как логической сетью Ethernet, в отличие от физической, в которой разметок нет. Также, соответственно, и VLAN просто. Внутри каждого VLAN выполняются все те же правила, как в отдельном Ethernet. То есть с точки зрения находящегося в VLAN, то есть того, чьи кадры помечают, у него все как в обычной ситуации. Он видит соседей с MAC-адресами, широковещание выбрасывает. Просто он не видит, что эти заголовки внутри свеча добавляются, потому что когда кадр к нему отправляют обратно, заголовок срезают. Это очень важно, момент. Вся логика разметки VLAN существует в башке устройства коммутации. Они именно добавляют для упрощения работы у себя, и они именно в зависимости от этих заголовков трафиком манипулируют. Ну, естественно, показывается здесь, что VLAN помогают нам сегментировать сеть на части, улучшить безопасность и сделать большую гибкость. Вот посмотрите, у вас нарисовано здание, у него три этажа. На каждом этаже у вас куча компов. А вам хочется, чтобы компы были разбиты не по этажам, а логически по отделам. Айтишный отдел, кадровый и продажа. Вы берете, придумываете для каждого них по IP-сети. Заметьте, по части взаимодействия IP-сетей и VLAN-ов. Первичное разбиение на сетевом уровне. То есть, вы вначале логически разбиваете сеть, вот там. У меня будет у каждого отдела по сегменту сети. У меня будет еще сегмент сети для всех, кто по Wi-Fi, потому что что разное, кто оттуда подключается. У меня еще будет сегмент для серверов, у меня будет сегмент для админов, у меня будет сегмент для менеджмента сетевых устройств, то есть куда они будут интерфейсами смотреть. Вот для каждого сегмента я придумал по IP-сети. Потом я прописал правила маршрутизации, с какой сети в какую можно ходить. А потом уже, вот после того, как все это сделано, я дополнительно увеличил безопасность и упростил работу, присвоив в каждой сети отдельный VLAN. Помните, что без VLAN-ов вы жить можете, только плохо. Да, то есть можно наложить много IP-сетей в одну Ethernet-сеть и работать будет. Но с проблемами, которые мы минут 10 назад посмотрели. Здесь вы видите как раз картинку, что хочется, чтобы трафик отдела IT никак не пересекался с HR и с отделом продаж. Поэтому их в VLAN-ы 2, 3, 4 как раз покрасили. Как у нас VLAN-ы будут конфигуриться? Смотрите, у вас у устройства, у коммутатора в частности, будет база VLAN-ов. База VLAN-ов это будет такой список, в котором будет указываться, про какие VLAN-ы он знает. То есть какие вообще существуют. Если какого-то VLAN-а нет в базе у этого устройства, то он не обрабатывается. Что значит не обрабатывается? Сквозь ваш коммутатор может проходить транзитный трафик. То есть у вас может быть, например, цепочка коммутаторов и один передает другому через несколько других и кадры летят вот так насквозь. Вот в этом случае вам нужно, чтобы у всех, кто расположен по пути следования этого пакета, упакованного в Ethernet-кадр, у них в голове был бы номер VLAN-а прописан как существующий. Иначе они его будут просто дропить на входе. То есть транзитные VLAN-ы, которые сквозь вас проходят, должны быть в базе обязательно. Давайте посмотрим, как все это можно жизнерадостно добавлять, редактировать и прочее. Так, ща я тут у себя. Ща я тут у себя. Так, что я щас тут у себя? VLAN-e. Что вы именно хотите про VLAN-e? А, VLAN-e что ли? Q&Q? Операторская, когда вам нужно транзитом пробросить. А, понял. Я думал, что есть VLAN-e. Думаю, что это такое, блин. Тогда все нормально. Ну, там все просто, в общем-то. Партируется для того, чтобы передать через чужую сеть дополнительным заголовком. Два заголовка VLAN-e будет. Один, который по пути идет, транзитный. Один оригинальный. Совершенно ничего. У нас Switch сейчас залогиню свой. А то что-то тормоза, тормоза. А, не, все нормально, да? Я просто не туда подключался. SuperCore Switch. Да, хост не знает, что его кадр оснащают дополнительным заголовком, а потом его отрубают. То есть, ваш кадр входит в порт свитча. Его, значит, такс. Его, значит, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Так, Switch. Нет. Да, блин. Сейчас. Во. Ну, да. У меня кусок экрана расшарился весь, а не только одно окно. Что-то плюкануло. Сейчас видно? А, ну, отлично. У вас есть команда по просмотру базы VLAN. Она у вас, обычно, в самом простом варианте. Что, VLAN бриф? Да. А тут вот она. Вот она в полном варианте, полноценная. Когда у вас показывается, какие VLAN есть у устройства, тут у нас 4 служебных для того, чтобы пробрасывать трафика в DDI и токен ринга. Вот. А один только дефолтный создан. Да, потому что один VLAN всегда у нас есть технически, чтобы можно было как трафик внутри устройства маркировать. То есть, если его всегда надо маркировать, то хотя бы единичка его маркируют. Внизу табличка дополнительная, которая была нужна, когда у вас были старые сети. Когда там, допустим, видите, например, Spanning 3, колоночка Spanning 3 протокол. У вас в некоторых VLAN-ах стандартная и ЕЕшная, в некоторых IBM-овская. Это субдиалекты Spanning 3. Вот. МТУ можно было передавать внутри. В общем, классно было. Сейчас можно шоу VLAN-бриф делать, если вы не хотите это расширить на таблице. Увидите просто номера VLAN-ов. Это полезно. Давайте попробуем создать такого одного. То есть, создавая VLAN, вы не говорите, что там его трафик появился или что-то началось. Вы просто говорите. Такое может существовать в природе. Вот. VLAN. Какой мы стоим? Десятый. Вот он субконтекст VLAN-а. Что в нем бывает? Нам в нем, в принципе, ничего не потребуется, потому что команды, допустим, Media, которые Media Type of VLAN, или MTU, Maximum Transmission Unit, они вам были нужны раньше, когда цисковский протокол VTP, перетаскивая всю эту информацию, синхронизируя базу VLAN-ов, синхронизировал эти параметры по устройству. То есть, у циски есть протокол VTP, который синхронизит все это счастье между свечами, чтобы на одном свече завели VLAN, и по всем он автоматически раздался. И вот тогда параллельно еще можно было всякие параметры задавать. Но сейчас это не актуально, потому что это не используется. У вас концепция поменялась, а теперь VLAN VTP используют минималистично. А еще лучше не используют вообще. Так. Нам отсюда пригодится разве что Private VLAN, но это уже на курсе Switch, когда можно будет частный VLAN создавать. И из интересного у VLAN может быть имя. Name. Например, мы назовем его Server VLAN. Да. Вот мы его назвали. Никакие параметры, понятное дело, токены, ринг и прочие нам не нужны. Можем выскочить. И show VLAN brief, посмотреть, что у нас произошло. Все достаточно предсказуемо. Повелся 10 VLAN с надписью Server VLAN. И остальные активы. То есть, если его трафик появится, он не будет расстрелян. Поэтому вот сейчас уже можно будет через этот коммутатор его пробрасывать насквозь. Но пока этот коммутатор ни на одном порту не метит трафик 10 VLAN. Создайте у себя VLAN, убедитесь, что он актив. И мы продолжим. Тут сейчас тонкий момент будет именно, чем VLAN отличается от интерфейса. В этот VLAN смотрящий и прочего. Поэтому сосредоточьтесь. В кадре будет добавляться заголовок. То есть, в стандартном кадре, конечно, негде писать про VLAN. Будет еще дополнительный заголовочек 4-байтовый. 802.1Q стандарта. И вот в нем будет уже номер VLAN. Добавили. Давайте на слайд вернемся. Здесь у вас будет проверяться, как создается VLAN. Вот он, Verify VLAN 2. И, соответственно, на экране вы будете его видеть. Тут вывод полный показывается. Я вам советую команду ShowVLAN Brief именно для того, чтобы убрать вот эту нижнюю часть экрана, где будут старые неиспользуемые номер кольца, номер коммутатора. У вас уже нет ни токен рингов, ни FDDI, ни вопросов взаимодействия с диалектами какими-то там того же Spanning Tree. Поэтому вам этот блок не нужен. Команда ShowVLAN ID и номер покажет просто конкретный номер VLAN. Что интересного, у вас здесь есть раздел Ports, где указываются порты, на которых этот VLAN будет использоваться. У нас сейчас он ни к одному порту не привязан, поэтому у вас пусто. У нас просто пока он создан в базе. Назначение порта на VLAN. Имя VLAN с номером? Да, могут, конечно. То есть любая комбинация букв, они даже могут быть не уникальными. То есть это имя, это просто, знаете, такой description. То есть у интерфейса есть описание, текстовая строчечка, и у VLAN как-то не критичен, по нему не идентифицируют. Но есть, кстати, хитрые старые CIS-ки провайдерские, где у вас, чтобы VLAN редактировать, надо знать его номер. Там есть режим такой, из серии дополнительной защиты. Чтобы VLAN повесить на интерфейс, надо по имени вешать, а не по номеру. А имя вы закрываете от просмотра. Вот, такое есть. Можете напороться, но это прям вот древнее. Такого сейчас нет, это, по-моему, даже 120 что ли было. 120 S, по-моему, use. Ну, короче, была такая функция прикольная. Когда особо не было культуры заводить разных пользователей с разными правами для CIS-ки, то вот мучились, чтобы спрятать от того, кто с админскими правами. То есть, номер он знает, что надо VLAN такой вот номера повесить. Ему говорят, нет, ты имя укажи, а базу мы тебе не покажем. Имя угадаешь, привяжешь. Вот, такое секретное супер назначение. Так, что на экране? Старый друг Switchport. Помните, мы его включали-выключали? Вот, как раз, включение-выключение Switchport нам сейчас понадобится. Итак, естественно, вся операция с VLAN будет делать модули, ответственные за L2. За канальный уровень. Поэтому нам надо его, конечно же, включить явно командой Switchport. Если вы этого сейчас не сделали, то сделайте на коммутаторе. Включите на портах Switchport. Далее. Порты у вас будут работать с VLAN-ами в двух основных режимах. Первый, режим доступа. Видите, Switchport Mode Access надпись. Режим доступа, это когда в порт воткнут конечный потребитель, который про все эти VLAN-ы знать ничего не хочет. Раз он воткнут, знать ничего не хочет, то предполагаем следующее. При входе кадра от этого товарища будет приезжать обычный Ethernet-кадр, в который мы будем добавлять заголовок с нумерацией VLAN-а и дальше его обрабатывать. При выходе кадра из этого порта в направлении обычного товарища заголовок этот надо убирать. Товарищ как не знал, в каком VLAN-е он находится, так и не знает. Эта информация наша, служебная, в каком VLAN-е мы его трактуем, она ему лично не нужна совершенно. Поэтому Switchport Mode Access это как раз тот режим, когда помечаем и срубаем метку. Обычный, скажем так, для конечного пользования. Второй вариант из основных это Switchport Mode Trunk. Trunk'ом будет называться порт, который не будет трогать технический заголовок. То есть, Trunk'овый порт не будет добавлять в VLAN-ы заголовок и не будет срезать его, если в нем он обнаружен. Зачем такой порт нужен? Дело в том, что когда у вас больше одного коммутатора, который работает с VLAN-ами, вам надо как-то обеспечить сохранность этой информации между ними. Грубо говоря, есть абонент, воткнутый в первый Switch, и есть сервер, воткнутый во второй Switch. Трафик от абонентов втыкается в первый Switch. Трафик помечают, как, например, VLAN номер 15. Теперь простой вопрос. Как этот трафик передать на второй Switch? Если Switch'и друг друга воткнуты, как обычные клиенты, то надо перед тем, как отдаешь, срезать этот заголовок. Соответственно, тот Switch'и уже никак не сможет трактовать. То есть, заголовок ушел, он не понимает, к какому VLAN-у будет относиться этот трафик. Следовательно, между коммутаторами нужно обеспечить такой канал, который бы это не делал. Вот обычно между коммутаторами транк и делается. Switch'port moda.trank – стандартный вариант для тех случаев, когда служебные заголовки надо сохранить. Ну, например, у нас он будет тоже между коммутаторами использоваться. Более того, транк часто используется для сценариев, когда у вас есть хост, на котором много различных, допустим, виртуальных машин, каждый из которых может смотреть свой VLAN. То есть, когда у вас есть вроде как сервер, но этому серверу нужен трафик многих VLAN-ов сразу, тогда до него надо пробрасывать трафик, не срезая VLAN-ные заголовки, и от него принимать трафик с уже проставленными заголовками. То есть, не трогать. В этом случае тоже у вас транковый порт смотрит в направлении узла. Ну, а тут, видите, компьютер. Поэтому выставляется Switch'port moda.ccess. Все отлично. Как мы нумеруем? Нумерация Switch'port access VLAN 2 просто говорит, какой номер VLAN на порту проставляется. То есть, этот номер VLAN будет проставляться входящему трафику. Ну, а срезаться, естественно, будет тоже точно такой же. Давайте попробуем. Проверим, как у нас все будет хорошо. Итак, наша картинка располагаться будет так. Какая у нас сеть там с вами была-то? Напомните мне. Чего-то, кстати, спрашивает. Я посмотреть могу действительно. IP-бриф. Так. Съемка 2, да? 192.168.100.x Значит, вот такой вот IP-адрес вам надо будет установить у себя. Но, куда и как установить? Давайте разбираться. Сейчас я переключусь на свою картинку. Видно? Появилось? Отлично. Смотрите. После того, как вы VLAN какой-то создали, можете теперь попробовать в голове у коммутатора сделать интерфейс, который будет с ним взаимодействовать. Что это значит? Вы можете на уровне порта помечать пролетающие кадры. То есть, когда кадры пролетают в порт, вы ставите из VLAN такого. Или срезается головка. А можете прямо на этом коммутаторе порождать трафик. Если вы будете этот трафик прямо на коммутаторе порождать, то простейший вопрос. К какому VLAN его сразу же относить? Для того, чтобы можно было новообразующиеся пакеты сразу же маркировать каким-то VLAN и отправлять их в сеть, сразу же маркированными, у вас существуют интерфейсы, которые так и называются, интерфейс VLAN. Они виртуальные, естественно. Они делаются в голове у коммутатора. Мы сейчас такое сделаем. У нас с вами же 10 VLAN. 10. Инт VLAN 10. Мы создали дополнительный еще один VLAN. У нас уже был первый. А мы сейчас инициировали десятку. Так, на этот 10 VLAN мы можем, как на любой IP-интерфейс, присвоить IP-адрес. Я поставлю вот такой. Ага, но он пока нигде не используется, поэтому не работает. Вам нужно будет поставить такой же адрес, и здесь только, конечно же, последний октет у вас будет равен номеру вашего родного устройства. Врубайте. А после этого поползли на интерфейс. Я пока лишнее тут сотру. Так, лишнее у меня до хрена, да. Ну, ничего. Терпение и труд всех перетрут. Как повесите, да, сигнализируйте, что все готово. И мы продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok. Трудно, болея, отказывается коммутатор от IP-адресов на интерфейсах. Так, еще момент. Выключите сейчас у своих коммутаторов все порты, кроме того, которые на меня смотрят. Чтобы у нас Spanning 3 не начал развлекаться. А то у нас сейчас начнутся загогулины из-за того, что у вас горизонтальные связи между свечами есть. Поэтому погасите все интерфейсы в shutdown положите, кроме тех, которые смотрят на меня. Так, ой, забыл букву «Е». Ну, вот. Болеет. Так. Если сделали, то давайте продолжать. У нас сейчас с вами имеется интерфейс в режиме switchport, то есть нормально работающий на кадровом уровне, который на меня смотрит. Два коммутатора, да, ваш и мой. И у нас у каждого есть по IP-адресу на интерфейсе VLAN 10. То есть каждый из наших устройств готово производить пакеты с IP-адресацией 192.6.8 сети и укладывать их в кадры, у которых в башке будет подписано 10-й VLAN. Ну, связь между нами надо обеспечить. Как мы будем обеспечивать? Примерно интерфейс E00. После того, как мы включили switchport, нам нужно поставить ему режим. Switchport mod trunk. То есть мы скажем, что от нашего свеча от одного до другого данные будут передаваться, не трогая заголовок кадрового уровня. Он нам тонко намекает, что он знает несколько инкапсуляций. Мы про это чуть позже поговорим. Ну, switchport, команду пишите. Trunk encapsulation. У нас вариант есть стандартный, цисковский. Нам нужна стандартная. Dot1Q. Грубо говоря, он нам не дает поставить порт жестко в режим транкинга, потому что switch слишком умный и знает несколько режимов транка. Да, да. После того, как это сделали, switchport моды Trunk сработает. Продукция будет выглядеть так. Showrun the interface E00. Вон, видите. Switchport включен. Switchport trunk encapsulation, dot1Q. То есть 802.1Q. Стандартная, не цисковская. И switchport mod trunk. Теперь то же самое я делаю на остальных интерфейсах. Проверять. Так. вот видите уже пошли бишь бишь страшные крики со стороны спанинг 3 умирающих так шоу интерфейсов стран он у меня все в трамкинге инксуляция 802 нг юшный филан 1 мод он ловит инэктив 1 и 10 все красиво хорошо так местами там интерфейс интересный сайт лишнюю петель не у меня административе ли даун все вырублено лишних так этот в ap api кто-нибудь а пиш ник уже повесил скажите свой комплект и до меня настройку порта сделал там колбасит где-то первый вилан прописан да явно на порту у кого-то допиливайте и будем тестить картинку верну то у меня там страшные крики на экране дуплекс не то все прочее так Продолжение следует... 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 Так, доползли до последнего момента, до этого, точнее, момента. Давайте чуть дальше по теоретической части покопаемся, а потом вернемся, чтобы довключить все это счастье. Так, значит, мы с вами только что настроили связь между коммутаторами, магистральный канал Транковый, в котором никакие заголовки наших Виланов трогаться не будут. Теперь чуть-чуть по матчасти этого дела посмотрим, как оно выглядит. Так, это мы проосматривали уже. Ничего особенного такого нету. Вот у нас картинка про Транк, чем мы сейчас занимаемся. Вам красиво все графически разрисовали, что есть коммутаторы, которых каждый Вилан определенного цвета. И для того, чтобы передавать с этим цветным заголовком, нужно его, естественно, сохранить без изменений. Вот, например, от зеленого к зеленому. Вот эти вот порты как раз. Вот это один порт, и это один порт. Будут теми самыми Транковыми, которые мы сейчас с вами настраиваем. Транкинг будет предполагать добавление служебного заголовка. Этих заголовков будет два разных варианта. Старый, цисковский, универсальный и очень такой по функционалу напичканный ASL, Интерсвичлинк, и общий, стандартный, современный, простенький, маленький 802.1Q. ASL в курсах уже не рассматривается. Он устарел, он большой и толстый, 26 байт. Ага, 802.1Q всего 4 байта. Хотя сейчас задача не выполнена одну и ту же. В чем причина? Цисковский ASL заголовок исторически был нужен для коммутаторов, на которых было по несколько протоколов кадровых. То есть в те времена, когда в сети у вас одновременно могут быть и токены, и ринк, и эзернет, и аркнет. Вот тогда ASL был интересен тем, что позволял произвольный трафик перетаскивать между свечами. Прямо вот произвольный. Что угодно мы могли положить в ASL-овский кадр и тащить дальше. Кроме того, ASL предполагал, что весь кадр кладется в него целиком, как вложение. То есть кадр не модифицировался, он не знал, что его перетаскивают. 802.1.q, современный стандартный заголовок, всего 4 байта, два из которых это код этого протокола. Естественно, это накладывает ограничения на его применение. И его применение состоит в том, что он добавляется внутрь кадра. То есть добавление 802.1.q еще по-другому называется инъекцией. Он будет добавляться после MAC адресов и перед данными. Кадр фактически раздвигается на две части. Увеличивается при этом на 4 байта. Это та самая причина, почему у коммутаторов некоторых максимальный размер изернет-кадра 15-18 байт, а у некоторых 15-22. Это те самые 4 байтика. Вот про них речь. При добавлении 802.1.q заголовка надо пересчитывать чек-сумму кадра. Потому что, как вы понимаете, кадр меняется, содержимое его меняется. Но все это сейчас уже не очень критично, потому что делается на аппаратном уровне, мгновенно. И свои задачки по идентификации номера Вилана этот наш веселый формат решает. В нем всего-то данных целых три поля. То есть номер Вилана, флаг токена ринга и, соответственно, три битика про класс обслуживания. Сейчас мы его посмотрим. Вот вам показывается картинка еще раз с помечанием. На первом кадре... Фу, кадре, господи, заговариваюсь. На первом действии кадр у вас вылезает из одного из компов, который вы логически отнесли к первому Вилану. Втыкается в коммутатор. К нему добавили спереди заголовок Вилан ID. Протащили по магистральному каналу. И отдали в другой сегмент, который тоже считается Виланом первым. Но уже отдали, видите, без заголовка. Ну, так же, как я рассказывал. Вот процедура пометки. Destination source address остается. И вбивается 802.1Q заголовок. У него первая половинка, это пометка, что это 802.1. Да, 8.1.2.0. Потом три битика, то, что называется 802.1.p. Если вы увидите вот такой вот термин. То это речь про вот эти вот три битика. Приоритизацию. Кос. Класс оф сервис. Этот флаг сейчас не будет использоваться. А вот он номер Вилана. Давным-давно, в древних каталистах, номер Вилана был 10-битовый. Именно из-за этого вы будете видеть некоторые смешные эрудименты, что у Циски первая тысяча Виланов по-особому обрабатывается. А остальные 3000, они как бы такие, просто Вилан. Это именно потому, что давным-давно, когда-то где-то был 10-битовый. Вот все на картинке же нарисовано. Вилан-ID, видите ли я? Сюда он и попадает. Так, с транк. Ну, вот здесь у нас настройка транка также приведена. Только здесь они будут настраивать транк на коммутаторе, у которого нет выбора между ASL и DAT1Q. Они сразу же делают свитч-порт моды транк. Если вы так сделаете, то ваш свитч скажет, ты мне вначале явно укажи, каким протоколом. То есть, либо вы оставляете транк на автопилот, тогда он сам и транк согласует, и тип этого транка согласует. Либо вы говорите, я врубаю явно транк, тогда он говорит, и протокол мне тоже укажи, пожалуйста. Поэтому, да, у вас дополнительная команда свитч-порт, транк, инкапсуляйшн и DAT1Q. Native VLAN. Вот вас предлагают его сменить. На 99. Можете написать, что такое Native VLAN? Кто-нибудь разбирался, пробовал? Вот у вас можно на порту повесить номер VLAN. Вот что такое Native? Не, ну все могут передавать пакеты. В любом VLAN пакеты могут ходить. Не тегированного. VLAN, в котором умирают кадры. Кстати, хороший вариант, да, с которым умирают, он по факту так и должно быть. Не хранит VLAN Base. Ух! Ну, почему же не хранит-то? Ну, почему же? Почему же? Можно же написать 99 этот VLAN и Native в базу? По умолчанию, ВLAN куда все непонятно сваливается. Близко. Близко. VLAN, который назначает травка без ВLAN, тоже. Да, в общем-то, почти все правильно. А, тут Native, наверное, не рассказывается. Давайте посмотрим. Ага. Стоп. Сейчас отойдем назад. Да, раз Native у нас нигде не нарисован, то про него чуть поговорим. У вас можно повесить на ваш порт, когда он работает в режиме Аксесс, номер VLAN, к которым он будет помечать кадры, которые на него входят. Это нормальный штат. Как только вы переключаете порт в режим транка, эта настройка не играет роли. То есть она сохраняется на интерфейсе. Но раз у вас транковый порт, то он не помечает никого никак. Это же из его определения следует, правильно? Значит, этот номер никуда не используется. Ну, нигде не используется. Найти в VLAN будет нужен в том интересном случае, когда у вас есть трафик, который каким-то образом добрался до транкового порта, но у него нет явного указания, из какого он VLAN. То есть, представьте себе, что вы пометили порт как транковый. То есть этот порт не трогает VLAN-ные заголовки. И на него пришел кадр, у которого нет 802.1Q головы. Что делать с этим кадром? Просто выбросить как-то нехорошо. Надо сохранить. Но в какой VLAN он будет? Кому он будет относиться? Куда он идет? Вам нужен некий дефолтный VLAN для таких товарищей. Иногда, раньше, это еще использовалось для микроэкономии трафика. То есть, были варианты из серии между двумя свечами бегает трафик разных VLAN-ов. Один из VLAN-ов загружен трафиком очень сильно. Можно его трафик уменьшить на 4 байта на каждом кадре. Простейшие манипуляции. Обозначить с двух сторон провода его как native. И поставить на коммутаторе специальный режим срезать native. В некоторых свечей так можно. Если вы на такой натолкнетесь, то это древний метод. Сейчас он не окупает себя, потому что все это на аппаратном уровне реализовано. И работает без изменений быстрее, чем с этой операцией. Так что, смело возьмите и все это дело забейте. Это я к чему всегда говорю такие штуки, чтобы понимали. По IT-рынку ходит очень много всех дельных советов, базирующихся на, допустим, штуках, которые были актуальны лет 10, а то и 15. Но так как эти советы преподносятся с пафосом, как предание древности, секреты древних админов, то их выполняют. Раньше был такой варварский способ. Сейчас он совершенно не нужен, не интересен. И смысла никакого нет. Абсолютно все современные коммутаторы на аппаратном уровне все эти чексумы считают, и заголовки добавляют. Поэтому смысл теряется. Native VLAN остается сейчас тем самым VLAN, которым помечается попавший в транк кадр, если по какой-то причине у него нет заголовка. Например, в транк воткнут обычные компы. Вот, вкратце так. Почему говорилось, что он может быть общей могилой для всех? Дело в том, что существует атака, которая позволяет передать трафик в произвольный VLAN. Ну, она трудно выполнима в современных условиях, но она есть, она базируется на том, что атакующий знает номер вашего нейтева. Поэтому правило хорошего тона, чтобы какие попало кадры, не могли куда попало влезть, это на каждой паре транков, ну, транковых портов, смотрящих друг на друга, брать какой-нибудь номер VLAN-а нейтевом, который нигде больше не используется, и включать. Ну, то есть, есть у вас там транк между коммутаторами, вы даете там какой-нибудь VLAN-2847. Нейтевом обозначаете, и стоя с той стороны. Что это обозначает? Что если какой-то непомеченный кадр будет туда попадать, то когда он к порту подползет, ему наклеют на лоб этот номер 2847, и потом в следующей операции посмотрят в базу и скажут, а такого VLAN вообще нет у нас в списке, мы тебя расстреляем. И все, трафик обречен, погиб. Это, естественно, никак не повлияет на обычный трафик, который честно ходит по сети. Поэтому такой метод используется. Ну, это, в общем, тема для другого большого разговора, уже именно про коммутацию. Вот. Как раз аксесс-порты не помечают. Как раз аксесс-то помечают, да. Не-нет, у вас же внутри коммутатор, обработка идет уже метчных кадров. Такая вот штука. Так, это про Native. Команду вы видите, switchport, trunk, native, VLAN, и вы можете ее выставить. Давайте мы, кстати, это сделаем. Предлагаю выставить Native VLAN. Чем мы выставим Native VLAN? Давайте 15-й, например. У нас нет же 15-го VLAN. Правильно? Интерфейс. Выставляйте Native VLAN 15-й на всех устройствах. На всех портах, которые на меня смотрят. На всех один портах. 15-й. Выставляем yellow. Я вам спросил. Я вам перечислим. Продолжаем. 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 Так, потом, что нам предлагают по практике, попрыгаем дальше. Так. Что там кошка мучается? Давайте краткий прерыв. Сейчас нас животное надо успокоить, а то нам с ума сойдет. Десять минуток. Так, мы с вами приостановились на... На чем мы с вами приостановились? Приостановились на том, что мы на эти филаны задали, да? Окей. Сейчас мы весь этот блок допройдем и тогда допрактикуемся. У вас тут картиночка, посвященная тому, как выглядит шоу-интерфейс SwitchPort. Давайте ее изучим сверху вниз. Это полезная команда, шоу-интерфейс SwitchPort. Она будет для того, чтобы разобраться, что интерфейс на кадровом уровне умеет вам пригождаться. Вот смотрите. Ну, первое логичное, это название интерфейса. Второе, включен ли сам этот блок обработки канального уровня. SwitchPort. Он enabled. Теперь, administrative и operational mode. Administrative mode это то, что вы заказываете в конфигурации. Administrative mode может быть что trunk, что access, что автомат. Operational mode это что по факту получилось. Administrative и operational всегда равны, за исключением автомата. Если вы administrative вставите автосогласование, то operational показывает, что согласовалось. Та же, соответственно, ерунда у вас находится двумя строчками ниже. Administrative trunking and encapsulation и negation of trunking примерно про то же. Administrative trunking and encapsulation это какой вид trunk будет работать в конфигурации настроен. То есть, либо если вы ничего не указываете, то это автопилот. Либо, если вы указали явно, то вот здесь точно прописан. А negation of trunking это будет ли у вас само согласование идти. Сейчас, кстати, посмотрим, если у нас это команда управления согласованием на порту. А то, может, уже это все доблестно убили. Секунду. Да, есть. Вот смотрите. У него на картиночке нет, сейчас я вам покажу. Есть контакт? Вот видите, команда switchport no-negashade. Вот, смотрите, она, вот она, switchport. Вон она, no-negashade. Вот когда у вас на циске включается trunk или включается автосогласовалка, в этом случае порт коммутатора умеет выстреливать кадры протокола динамик-транкинг-протокол со смешным для российского уха названием ДТП. Ну, так получилось. Ничего личного к протоколу, просто он на ДТП называется. Вот этот ДТП – это способ одного порта другому сказать «я в транковом режиме». Именно благодаря ему вообще можно включать автосогласование. Потому что порт, который молчит вообще в ответ на этот протокол, он считается, что он в access-варианте работает. То есть, это обычный порт, например, компьютер воткнутый. Это цисковский протокол. То есть, он работает только между цисковскими коммутаторами. Поэтому во всех случаях, кроме с двух сторон цисковские железки согласовывают, это не будет работать корректно. Поэтому, когда цисковские коммутаторы смотрят друг на друга, они могут согласовать, допустим, протокол транкинга. А как только там кто-то один не цисковский коммутатор, все, схема валится. Кадры этого протокола, они, естественно, не Ethernet-овские. И для оборудования других вендоров эти кадры являются чем-то необычным. Ну, скажем так, современное оборудование их знает и понимает, что это цисковский кадр, специальный служебный. Но вообще это нарушение стандарта. То есть, по Ethernet такой фигни ходить не должно. Следовательно, команда Switchport, ноуниг ищет, говорит, вырубить согласовалку целиком. Команда NoSwitchport, ноуниг ищет, говорит, включить согласовалку. Когда вам ее надо включать? В тех случаях, когда у вас с одной стороны, например, жестко задан транк, то есть режим транкинга, а с другой стороны кто-то на автосогласовании. Вот тогда протокол нужен. Потому что, если его не будет, то, что пытается автосогласоваться, будет кричать, ответы получать не будет и подумает, что с той стороны обычный хост. И тогда автосогласование пройдет неправильно. Во всех же остальных случаях вам надо его выключать. На экзамене у вас под этот вопрос обязательно будет. Ну как обязательно? Ну практически у всех он проскакивал. Логика такая. С одной стороны цисковская железка, с другой не цисковская. Какие из команд на интерфейсе пригодятся? Switchport NoUniGeshaid пригодится. Отрубание этой согласовалки, оно нужно, чтобы лишний трафик не тратить и чтобы ту сторону излишне не информировать. То есть цисковский протокол согласования на ту сторону кадры отправлять смысла не имеет, если там не цисковская железка. Вот такая команда, ее на слайдах нет. Ну, по крайней мере, на том, что сейчас нарисовано. Зафиксируйте ее себе, она вам пригодится. В нашем случае, как понятно, эта согласовалка работает. По умолчанию этот протокол включен. Ну, то есть по умолчанию это работает. Хотите отключить Switchport NoUniGeshaid. Вот. Ну, фактически он же у вас не будет в качестве получателя. То есть он не должен анализироваться портом, потому что у порта коммутатора с той стороны нет MAC-адреса. Там нарушение логики начинается, что он не должен терминироваться на порту-то. По идее, нет таких кадров, которые вообще на порту терминируются, потому что у него нет MAC-а, они все должны пролетать на вылет. Поэтому, как только из этого исключения, тут прям другой особенный кадр специальный. А вот, допустим, Хьюлитовские, там, Свитчи или Интеловские, там, Тэшки, они будут говорить, что какая-то фигня начала ходить в канале, непонятная. Поэтому, да, выключайте, он не нужен. Так, да, давайте вернемся, а, вернемся на слайды, посмотрим, что нам еще покажут. Блин. Вот специальную комнату для котов заводить, дальнюю, обивать ее чем-нибудь мягким и запирать его там. Потому что он иногда орет, и я здесь слышу все-таки. Команда ShowInterfaceStrang мы видели, просмотр. Так, посмотрим, что у нас в практике предлагается. Два свеча соединить. Повести IP-адреса интерфейса. Создать VLAN. Так, посмотреть, что он не подключен. Потом, ну да, транс-инкапсуляция. Тут 1Q, NETIV, VLAN-256. Вот, SwitchPortMod Trunk. Ну, в принципе, все, что мы и делаем там. Только у них два VLAN-а. Они еще к тому, которые для NETIV-а добавляют имя. NoHosts, типа, неиспользуемый для хостов. Ну, у нас он 15-й и без имени. Ну, учтите, имя у вас будет передаваться между устройствами, когда будет работать протокол VTP, синхронизирующий базу. Поэтому, такая вот ситуация. Нет, CDP будет вкладываться куда угодно. У него будет специально такой снаб-заголовок, и он будет иметь в любые кадровые среды вкладываться. То есть, он, скажем так, использует метод вложения в любые кадры. Он не вкладывается в L2 кадры, но при этом не является маршрутизирующим. Да, ну, а там снаб-расширение, специальный код за циской зарегистрированный. И CDP, и VTP. Вот, у них два кода таких, которые, короче, регистрированы, и этот трафик распознается корректно. Там механизм снаб-расширения, то есть, произвольного кадрового вложения в Ethernet работает. И там можно зарегить для своей организации коды и использовать корректно. Вот такая вот фигня. Они, кстати, старые, все эти пачки протоколов. Они, по-моему, единовременно их сделали. А больше это... Просто современный изернатор снаб-инкапсуляцию не использует. Видите, ее в курсах у нас даже не было. Только так, вот, когда ARP еще говорили, я про нее упомянул. Да и все. Черт его знает. Там надо смотреть конкретно, что и как было. Такс. Сейчас посмотрим на картинку, чего-то у нас нарисовано. Да, в принципе, все то же самое, да. Switchport Access VLAN поставили. Пробовали пингануть. Проверили статус. Ну, да, понятно. Создали один VLAN, второй друг другу пингуют. Сейчас доберемся до завершения этого дела. Погоняем лабу. Так. Соображение по дизайну VLAN. Максимальное количество VLAN зависит от свеча. Под максимальным количеством VLAN имеется в виду, сколько у вас в базе их единовременно может быть активным. Естественно, у Access устройства это количество будет ограничено логически. Номером портов, обычно умноженным на 2. Почему? Представьте себе теоретически 24-портовый свитч Access именно. То есть, который должен стоять, в него должны включаться клиенты, а от него провод идти в distribution. Вот этого коммутатора у вас должен, должна быть возможность, ну, например, каждый порт свой VLAN посадить. Конечно же, это извращение, но можно. Плюс, у вас бывает такая штука, как голосовой VLAN. Голосовой VLAN предполагает, что на данном порту реализуется подобная транку логика. То есть, весь трафик идет и трактуется, как трафик из-под одного VLAN выходящей, а часть трафика уже помеченная приходит. Это используется, когда у вас такие цисковские телефоны IP-шные, со сквозным подключением. То есть, фактически, это телефон, как микросвитчек. Он свой трафик тегит, вбрасывает в канал, а компьютерный сквозь себя пробрасывает без изменений. В этом случае у вас чисто теоретически можно по 2 VLAN на порт выдать. Поэтому у вас, у таких коммутаторов, обычно, база VLAN, ну, например, 128 штук держит. 128 штук, это, если у вас даже много-много портов, 48 портов, да, умножить на 2, 96, еще и с запасом. Но для аксесс-свитчей, у всех дистрибьюшн, естественно, уже будут задачи транзитного трафика, сквозь них трафик может пролетать. И там, по-моему, даже у самых-самых простеньких, как минимум, тысячу VLAN-то базу поддерживает. Ну, а большинство современных не имеет такого ограничения. Там все 4 тысячи можно использовать. Хотя это редко сейчас. Ну, кто, 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 на временном организации, в одной точке сети, столько VLAN-то мультиплексирует. Так, в СНП объясняется, что настраивать, что, как настраивать. В смысле, все это, на курсе свитчей, на курсе свитчинга, естественно, углубляется этот материал. Там 5 дней только про свитч. То есть, все это добавляется. То есть, курсы роута и свитч, они уже тематический кусок маршрутизации и коммутации добавляют по неделе про каждый. Уже там, вот в курсе свитч только про свитчи и только про их задачи. Никак не пересекаясь с тематикой роута, где только про маршрутизацию, про роутмапы, про EGRP, SPF, про редистрибьюцию, про всяческие IP-примочки для маршрутизации. Ну и так далее. Так, VLAN первый, factory default, из-за VLAN, будет, соответственно, помечаться весь трафик, который внутри коммутатора бегает, хоть чем-то. То есть, у самого простого коммутатора, неуправляемого трафика, естественно, никак не помечается. У цисковского коммутатора по умолчанию чем-то он все равно метится. То есть, внутри, в матрице коммутации, в процессоре самом, там весь трафик всегда анализируется как помеченный. Поэтому по умолчанию просто все порты в одном VLAN. Если у вас все порты помечаются одним VLAN, то, как вы понимаете, это аналогично тому, что его просто нет. Потому что никаких ограничений на перемещение трафика нет, все однотипно помечается, метка однотипно срубается. Поэтому свитч, у которого все порты в одном VLAN лежат, который ни с кем больше не связан, с точки зрения эксплуатации, идентичен unmanaged свитчу, у которого просто нет никаких пометок. Так, да, выделенный VLAN для управления. Очень часто используется отдельный VLAN для менеджмент задач. То есть, чтобы изолировать трафик управления устройствами, заводится интерфейс VLAN у них у всех. Смотреть, какой-нибудь хитрый VLAN, который нужен только для того, чтобы по телнету, SSH или менеджменту, какому-то там управлению, ну там, не знаю, по HTTPS-у к ним подключаться. Да, такое можно, ну, как бы такое часто делают. Вот. И, да, native VLAN поменяйте имя, чтобы оно было какой-то секретный, чтобы его нельзя было так сходу разобраться, что это тот самый native. Ну, на ваше усмотрение. Опять-таки, все это зачем нужно? Если у вас протокол CDP не выключен, то имя VLAN можно спалить. Но проще это все выключать. Соображение по дизайну. На данный момент соображение по дизайну VLAN, если очень кратко, потому что тема эта большая, и на это специальные темы про дизайн есть большие. Вот. Выглядят следующим образом. Нужно, чтобы VLAN был как можно компактнее. Чем меньше коммутаторов в одном VLAN участвует, то есть, чем VLAN компактнее, тем у вас меньше проблем с топологией внутри этого VLAN, со Spanning 3, с Broadcast'ами, да, время прохода Broadcast'а по VLAN сокращается, и со всякими вопросами управления. Раньше предполагалось, что вся сядет такое большое красивое облачко, и на каждом коммутаторе есть каждый VLAN. И вы в любом месте так берете клиента, втыкаете проводом, говорите, VLAN 115, чпок, и у клиента трафик начал ходить туда. Но, эта схема, благодаря гибкости своей, предполагала, что топология каждого VLAN насчитывает все коммутаторы. Это значит, что трафик убегает по всем свечам, нужно запускать протокол Spanning 3, чтобы он петли отсекал, топологию выстраивал, в общем, геморрой. Сейчас предполагается, что ваши коммутаторы связаны IP-каналами, то есть, у коммутаторов связь уже IP-based, и VLAN ограничены в пределах аксесс-свечей. Ну, это значит, что вот есть у вас VLAN имени отдела бухгалтерии, вот он покрывает тот свеч, в который они воткнуты. А на том же свече уже дефолт гейтвей для них развернут, и IP-пакеты до дефолт гейтвей их долетают, а дальше уже в виде IP-пакетов идут от этого свеча дальше. То есть, современный дизайн правильный, это когда на аксесс-уровне уже L3 начинается. Раньше вариант был такой, что надо будет до дистрибьюшн тащить в виде кадров. Вот то, что нарисовано здесь, это старая картинка. Как раз про это. Так что, старайтесь, чтобы у вас площадь VLAN была как можно меньше. Чем он меньше, тем вот топология проще. Старая схема уходит потихоньку. А там не будет таких вопросов про топологию. То есть, что типа откуда L3 начинается. Видите, что там у вас нарисовано, что вот DTP это между цисковскими свечами, а native VLAN должен быть одинаковый с двух концов провода. Там будут гораздо более тривиальные штуки. Прямо будет? Ну, хорошо, если будет. Сейчас L3 должен начинаться как можно раньше. Прикольно. По современным концептам, если взять курс дизайна, который тоже сейчас обновился, дизайн 3.0 сейчас будет читаться. Там все совершенно четко, что чем раньше L3 начинается, тем лучше. Ну, что в принципе и логично. А что сейчас распространять-то площадь VLAN, большие их делать? У вас такие VLAN могут быть одиночными и исключительными. Например, менеджмент VLAN. Менеджмент VLAN у вас может простираться на большие расстояния, потому что устройства, которые в него входят, они могут по всей местности быть разбросаны. Вам просто не получится сказать, что вот на этом свече менеджмент VLAN существует. А именно для пользователей, чем меньше надробить эти сегменты, чем меньше они будут занимать свечей, тем лучше. Идеальный вариант. Один VLAN на одном свече. Тогда, например, Spanning 3 вообще упрощается. Не надо планировать Spanning 3. То есть он не будет петли между коммутаторами тогда отслеживать. Потому что их просто нет. Ну и, естественно, масштабируемость. То есть, благодаря тому, что у вас протокол Spanning 3 Ethernet подразумевает одну трассу трафика, то если у вас есть, например, два маршрута от коммутатора Аксесс уровня до Дистрибьюшн, ну да, два пути добраться по которым, то один из них работает, а другой нет. В случае Spanning 3 классики. Если же это L3 вариант, то вы этим маршрутам воздаете одинаковый вес. И по ним трафик балансируется. Это значит, что при грамотном переходе с L2 стыка Дистрибьюшн Аксесс на L3, у вас повысится полоса пропускания. Поскольку раньше во всех классических протоколах Spanning 3 у вас, если два канала, то один выключенный резервный, а второй работает. А в случае L3 связи у вас протокол динамической маршрутизации при одинаковых метриках балансирует трафик. То есть это дает возможность резервные каналы использовать постоянно. Ну и то, что на слайде нарисовано, я думаю, что то, что нарисовано, для вас достаточно очевидно. Если вы разные VLAN сделаете с разных концов провода, конечно же, это не очень хорошо. Вот как раз про Spanning 3. Момент, зачем он нам будет нужен, почему мы про эти протоколы говорим. На кадровом уровне у нас будет одна приятная мелочь у нашего протокола Ethernet. Он такой весь простой, хороший, легко настраивается, быстро работает. Но у него есть приятная мелочь в виде ограничения генетического. Состоит оно в том, что этот протокол никак не умеет работать. В топологиях есть избыточный маршрут. Вот на картинке видите, что нарисовано. Написано, могут быть петли. Дайте-ка посмотрим, что это за петли. Тут вам сразу предлагают решение. Дайте я вам пока покажу, чего решение-то. Вот этот комп выстреливает, ну, например, широковечательный кадр. Кадр сюда долетает. Вот этот коммутатор его передает на два порта. Вот сюда и вот сюда. Кадр долетает до карты из них. Идет тут. Идет тут. Что происходит, когда кадр втыкается и с этой, и с этой стороны в коммутатор 4? Во-первых, экземпляр кадра, который вошел отсюда, так, он широковечательный, надо передать сюда и вот сюда. А во-вторых, экземпляр кадра, который вошел отсюда, идентичный до битого. Надо передать вот сюда и вот сюда. Это правило, это broadcast, так положено делать. В результате PCB получит два экземпляра этого кадра, а их копии полетят обратно и повторят все это на этом коммутаторе. Процесс будет бесконечен. Все это произойдет просто потому, что Ethernet так работает. Он не предполагал никогда, что когда-то будет два варианта добраться от А до Б. Для того, чтобы все это решить, есть семейство протоколов Spanning 3. В него будет входить три протокола. Один старый классический Spanning 3, один современный используемый быстрый Spanning 3 и один для ряда специфических задач, так называемый МСТ. Когда этих деревьев много-много-много делается. Для дата-центров, например, он иногда подходит. У этого протокола какая логика? Он протокол межкоммутаторного общения. Берется сегмент Ethernet, где коммутаторы связаны льдва каналами. Вот такой, например, как на картинке. В этом сегменте коммутаторы по определенному алгоритму выбирают главный коммутатор, рутовый. А после этого все коммутаторы вторым приемом выбирают, какой у них порт смотрит на этот рутовый коммутатор. Вот у свеча 3 это будет вот этот порт. У свеча 2 это будет вот этот порт. А у свеча 4 он посмотрит, какой из этих маршрутов лучше. Там критерий по скорости обычно. И скажет, ну например, вот этот. Черт его знает, почему он его выбрал в данном случае. Предположим, что из-за того, что вот этот провод быстрее. А так как у него, у свеча 4 больше, чем один порт может выбросить трафик, который добирается до свеча 1, то он выбирает один из них, а второй объявляет неиспользуемый. Там, если равноценно, у вас есть тайбрейкер. Это bridge ID так называемый. Идентификатор bridge, он всегда разный у коммутаторов. Поэтому, если они совпадут по всем-всем-всем параметрам, то кто-то все равно выиграет, потому что есть критерии расхождения. Грубо говоря, Spanning 3 позволяет из любой, сколько угодно запутанной топологии, сделать топологию с центральным коммутатором. Возможностью добраться до него от каждого коммутатора, а значит отсутствием петель. То есть, трафик тогда может дойти от любой до любой точки. Потому что трафик втыкается в коммутатор, добегает до центра, а от центра падает на нужный коммутатор. Вот такие штуки. В Spanning 3 у нас первая тема уже будет, второй курс. Так, с маршрутизацией между VLAN-ами. Зачем они у нас будут нужны? Как будут работать? VLAN-у у вас создают отдельный сегмент сети. Это правда. Благодаря тому, что это отдельные сегменты со своими браткастами, со своей адресацией, со всем своим. То есть, это просто Ethernet-ы отдельные, полноценные. Придется как-то устанавливать их взаимодействие. Коммутатор, обычный лидва коммутатор взаимодействия между VLAN-ами устроить не может. Он может VLAN-ы эти поддерживать, создавать. Но трафик из одного в другой передавать он не может. Для того, чтобы это делать, нужно устройство, которое будет смотреть одним интерфейсом в один VLAN, а другим в другой. А для этого обычно используется электрико-мутатор. Видите, задачка такая. Вот он в центре висит. Поэтому у него, видимо, есть хвост вот в этот вот VLAN и вот в этот. Тогда все эти товарищи могут друг другу бегать вот так, через него. Картинка, которая здесь нарисована, это вариант под названием «У нас есть только L2 свитч». И называется она очень грубо «Роутер на палочке». Роутер on a stick. В России термином «на палочке» про совсем другое говорят. Но, примерно, кстати, так оно и будет работать. Роутер на палочке, как то, что другое на палочке. Вот эта вот фигня, которая нарисована на картинке, подразумевает, что, если хотите с 10 в 20 добраться, надо будет дойти до роутера. То есть, на нем что-то по умолчанию. У роутера есть два логические субинтерфейса. Вот он, F0, 0, F0, 1. Из одного в другой вас переложат. И у вас трафик идет сюда. По сути, получается при такой схеме, что все быстродействие, вся производительность, всего межвиланного взаимодействия, упирается в половинную полосу пропускания вот этого интерфейса. Ну, то есть, если вот тут у вас будет гигабит, или 100 мегабит, для примера, то, так как любой кадр, идущий из одного вилана в другой, должен сюда забежать и выбежать, то суммарная полоса пропускания всей сети будет как половинка вот этого, 50 мегабит. Не используйте такую схему. Это самая старая, супердревняя схема. Зачем она была раньше нужна? Когда L2, L3 коммутаторы... Когда L2... Ну, на палочке это вообще, когда он один, скажем так. Просто можно реализовать через интерфейс, а он через сабы. То есть, сама схема роутер-он-эстик как раз будет стоять в том, что он один, через него одного весь трафик идет. Вот, раньше, то есть, такая схема была нужна, еще раз повторюсь, когда L2 коммутатор стоил L3 совсем разных денег. Ну, например, на порядок. Тогда, да, нельзя было всем сказать, ой, хотите между виланами маршрутизацию? Не проблема, просто L3 купите, свитч. Тогда было проще свитч плюс роутер использовать. Ну, вот. Ну, с L3 коммутатором, понятное дело, задача проще. У него может часть портов смотреть в один, вилан часть в другой, а в голове быть несколько вилан интерфейсов, между которыми работает маршрутизация. Тут все просто. Ну, у нас вот L3 свитч, раз мы интвилан смогли на нем поднять, значит, как раз... Ну, кстати, один можем на любом, раз мы, скажем так, больше одного сможем поднять, то это L3 свитч. Чтобы между ними он трафик умел передавать. Здесь у него показаны айпишники, что у него есть интерфейс смотрящий вилан 10, вот с таким айпишником. И вилан 20, вот с таким. Да. Ну, вот как раз роутерный стик теперь в своем цветущем варианте. То есть там просто без сабов показали, здесь с сабами. Но все равно картинка такая, что... Были в свое время, короче, дизайны сетей, вот где-то так лет 15 даже назад уже, не 10, а 15. Когда предполагалось, что вот у вас сеть, это много-много свитчей, на которых все виланы. А роутер он один такой, и вот он за все это взаимодействие отвечает. Да, это такие старые классические дизайны. Но это времена действительно каталистов пятитысячных, когда вот так сети и выглядели. То есть все свитчится, а перекладывание из вилана в вилан, это задача именно роутера. Вот прям выделенной железки такой. И там какой-нибудь 26-й роутер все это передавал от одного к другому. Сейчас, конечно, это все архаика. То есть не используйте такие схемы. У вас есть L3 свитчи, которые позволяют между виланами трафик передавать. Так, 3750 свитчом. То есть как отдельной железкой, на которую все вытаскивать транком. Можно транк дотащить до еще одного 3750. У него интерфейс виланов нарезать там. Да. Так. Да, про субинтерфейс мы говорили в самом начале, на первом дне. Так что от того, что вы можете один интерфейс изернетский нарезать на субинтерфейс и на роутере. У роутера нет команды транк на интерфейсе. Поэтому там можно только субинтерфейс. Мы это в самом начале смотрели. Так. Предлагают нам поконфигурить роутер на стик. Ну, можно это сделать. Давайте попробуем. Предлагается следующая картинка с конфигурацией маршрутизатора на опал. Маршрутизатор на палочке должен будет настраиваться. Врубайте. Заходите на свой роутер. Вот. Сейчас сообразим, как бы сделать так, чтобы все заработало и был бы наглядным. Заходите на роутер. Какая у вас сеть на меня смотрит? А, вы на меня с сериалом смотрите. У нас с роутером и стиком. Вам придется своего роутера на свой свитч его делать. Потому что эзернетская связь роутера свитч у вас как раз в этой точке. Да, поэтому на меня сеть не особо критично будет. Так. На роутере счистите, пожалуйста, НАТО остатки. Потому что вы сейчас на грабли, положенные на предыдущей практике, напоритесь и будете траблушутить. Уберите все, что к НАТО относится. Снимите эти задачи. И маршрут тоже снимите. Спасибо. 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 Сейчас я у себя роутер открою и вам покажу тогда конфигурирование. Как оно будет выглядеть. так я понял у меня у роутера сериала сейчас я другой роутер открою из вашего комплекта одного из так давайте пить минуточку пока в этом дочистить конфигурацию себя и так продолжим ваша задача сейчас роутер очистить останки конфиги по нату по маршрутизацию то что было до чтобы потом не напороться значит конфигурацию чистили давайте теперь пробовать настраивать первым что мы сделаем мы проверим как у вас работает связь от роутера до свеча следующим образом у вас сейчас между роутером и свечом есть канал ethernet вский как раз сделайте следующую штуку повесьте со стороны роутера на порт который он смотрит на коммутатор айпи адрес сейчас напишу три порт с айпи равным вот таким вот айпи адресом где x как всегда номер вашего комплекта x у вас будет интерфейс смотрящий в вилан 10 помните да айпи равным вот таким вот а порт которым свеч смотрит x порт на роутер x у вас будет access вилан 10 то есть на коммутаторе у вас будет создан интерфейс вилан то место где у вас будут порождаться айпи пакет они будут сразу маркироваться десятом виланом и попадать в порт который помечен тоже как десятка там с них будет заголовок десятой сервизации они будут по-нормальному без дополнительного заголовка добегать до маршрутизатора реализуйте эту схему финал моей реализации должна быть возможность пинговать маршрутизатора до коммутатора это пока простой вариант сейчас сделайте мы чуть усложним добавим субинтерфейс только сделайте пожалуйста оперативно давайте там минуты не знаю 5 разберитесь с этим делом чтобы мы долго не копались на простом как делаете соответственно пишите что все заработало то есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сделайте то, что я задание дал И мы будем его усложнять Вот смотрите, как это можно реализовать У вас есть роутер У него есть один единственный интерфейс Вот такой гигабит 0.0 У этого интерфейса мы делаем субинтерфейс Номер абсолютно логический То есть он не привязан к VLAN Просто удобнее, чтобы он совпадал То есть вы можете дать его любым Но проще, чтобы он с VLAN был одинаков Внутри этого субинтерфейса Все как в нормальном За исключением контекста Subif Понятно, что это не физический провод Еще один А логически из-за потока данных Вытаскивается Помните, самый первый день Темы про мультиплексирование Демультиплексирование всего Вот у вас команда Которая говорит, какой трафик к нему выцеплять Encapsulation Потом тип протокола Dot1Q И номер VLAN Если у вас работает то задание, которое я написал Вы его усложняете следующим образом На роутере вы заводите субинтерфейс И перевешиваете IP ADS С основного интерфейса На этот субинтерфейс То есть надо будет отменить 10.1.x.1 на основном интерфейсе Завести подобный Ну тоже 10.1.x.1 И его же настроить на субинтерфейс Но тогда получится вопрос Чем интерфейс от субинтерфейса отличается На интерфейс приходят просто Ethernet кадры В которых просто IP пакет лежит Субинтерфейс же должен прийти Ethernet кадры С виланным заголовком Где будет написано 10 Тогда его возьмут И именно только 10.1.x.1 Переложат в субинтерфейс Для этого на свече Надо будет взять И порт Переключить из аксесса В транк То есть свеч порт Мод транк на нем сделать В общем-то все Когда делаете И как у вас запингуется Вот это вот задание Которое написано Усложняйте его До примера Как на картинке То есть заметьте Вам не только надо Субинтерфейс создать на роутере Вам еще и по другому кадры Надо отдавать То есть вы их отдавали Без пометки А надо с пометкой Соответственно порт Нужно быть не аксессовский А транковый Делайте Как сделаете Говорите Что хотелось бы По Соответственно Свеч порт Мод транку Блин Свеч порт Мод транку Все у меня уже Смотрю Блин Думаю про одно Смотрю на надпись И дочитываю от нее хвостик Короче То Та команда Инкапсуляция Которую Ставили на интерфейсе Она естественно Инкапсуляция Дота 1 кю Раньше Можно было ставить Инкапсуляция Дота 1 кю Инкапсуляция АСЛ Но сейчас Просто АСЛ Вымывается Он нафиг не нужен У него Помните Вот по части вопросов Зачем это вообще Геморрой был С двумя видами Транкинга У него Именно было преимущество Что АСЛ Цисковский Позволял В одном проводе Тащить много разного Трафика То есть Коммутаторы У которых были порты Ethernet И токеновик И аркнет И вот у вас Задача эти коммутаторы Связать одним проводом В этом случае Вам придется В этом проводе Мультиплексировать Много разных Трафиков Протоколов Канального уровня И вот В этом случае Транк Придется Какой-то делать Хитрый 802.1 кю Он не рассчитан Ни на что Кроме Ethernet Вот Поэтому Такая ситуация Получается То есть Тогда это было нужно Сейчас же Это конечно же Все уже Уходит И у вас Один единственный трансгинг 802.1 кю Ушный Так Далее Шоу Виланс У вас Виланы показывает Обычный Шоу Вилан Делает Шоу Виланс Это такой Старый Достаточно Вывод Где Очень детальный И много Чего Пишется Про каждый Вилан Эту команду Можно использовать Но она у вас По-моему В эмуляторе На экзамене Не будет Короче Для того Чтобы Виланы Смотреть Вам Хватит Шоу Вилан Для того Чтобы Смотреть Укороченный Вариант Шоу Вилан Бриф А если Вам Нужны Настройки Конкретного Допустим Порта То Шоу Интерфейс Имя Интерфейса И Слово Свитч Порт И там Тогда Все Про Настройки Свитч Порта Помните Где Там Административ Мод Оперешн Мод А если Что Если Вам Хочется В Табличном Варианте И Про Настройки Опять Таки Виланов Транков И Прочего У Вас Есть Команда Show Интерфейс Транк Она В Табличном Виде Покажет Какой Интерфейс В Каком Транкинге Вручную Или Выставлен Или Авто Согласован У Кого Какой Натив Вилан И Так Далее Так Да Тут IP Сеть Непосредственно Подключенная И с ней Идет Работа Вот И Рисуется Ну Только У них Вилан Второй Видите Тоже Субинтерфейс Эзернет Такой С двоечкой И с двоечкой Здесь И на нем Также IP Адрес Общее Правило С субинтерфейсами Следующее Если К вам Просто Приходит На порт Роутера Обычный Эзернет Трафик Вы Просто Вешаете IP Адрес И тогда Кадры Разворачиваются Из них Существуются IP Пакеты И Обрабатываются Если Вы хотите Чтобы на Одном Физическом Порту Роутера Обрабатывалось Несколько Потоков Трафика Из разных Виланов Но провод Один Вы На Интерфейсе IP Снимаете То есть Оставляете Вот таким Без IP Адреса Пладите Под ним Субинтерфейс И в каждом Пишите Какой Вилан В него Класть Пишите Как раз Команды Энкапсулейшн Дота Один Кью И номер У вас Таким образом Физический Интерфейс Вполняет Роль Диспетчера Который Разворачивает Кадры Смотрит Смотрит Какие у него Есть Субинтерфейсы И если Есть Субинтерфейс С таким Номером Вилана Ему Отдают Содержимое Все В принципе Идея Простейшая Либо Сам Обрабатываешь Либо Диспетчера Перекладываешь На Субинтерфейс Честно говоря Никаких Особенных Ужасов Не бывает Субинтерфейсы Хорош Кстати Вопрос По идее Технически Можно реализовать На свече Или третьем Просто я не понимаю Наверное Зачем Эта задача Будет нужна Субинтерфейс В общем Плане Он нужен Для того Чтобы вытаскивать Трафик По какому То простому Критерию Из среды Где может быть Мультиплексирование Поэтому у вас На Эзернете Есть Субинтерфейсы На Фреймриле Есть А допустим На ППП Нету Потому что В ППП Нельзя Критерий Мультиплексирования Сделать Вот А так Да Ничего не мешает Подумать Схема Такое В разбиении Субинтерфейсы На Интерфейсе Вилан Ну Кстати Честно говоря Вот вопрос Хороший Тоже Не знаю Не задавал Просто Ни разу В чем Может быть Прикол Да Интерфейс Вилан Логически До него Уже Доходит Только Отобранный Трафик Еще раз Его Мультиплексировать Ну Зачем Надо Посмотреть Не пробовал Даже делать Есть Есть Такая Штука В провайдерской Операции Когда Там Q&Q Вкладывается Два Заголовка Вот Но Это На Провайдерских Железках А если Это На Бытовом Свече Встретилось То Да Вопрос Интересный Нафиг Это Делается Так Над Можно Да То есть Субинтерфейс Это Обычный Л3 Интерфейс Полноценный Который Все Как У Нормального Поэтому Над Конечно Можно Вы На Субинтерфейсе Написать IP Not Insight Или Аут Сайт И Будет Работать Так Да В принципе Так Как DHCP Сервер Подождите У нас По-моему Было Как DHCP Сервер Мы DHCP Настраивали Может У меня Конечно Приходы Мы DHCP Настраивали Мы Раздавали Адреса Вы Настраивали У себя Я Настраиваю Этот Самый Я Ловил Адреса Да Так Ну И Значит Показывается Что У нас DHCP Да Умеет Раздавать Мы Про все Это Говорили Просто С Тем Была А Тут Наконец Нарисовали Как Идет Работа DHCP Давайте Про это Расскажу Потому Что У нас Я Помню Вчера Как Раз Ну Просто Раз Когда Делали Не Было Детализации Просто Нам На Теме Pro One Сказали Что Можно От Провайдер IP Хапать И Молча Привели Пример Конфигурации А Теперь После Разберемся Как Она Работает Ок Значит Вы Можете Настроить Один Или Больше DHCP Серверов Эти Сервера Будут Отличаться Тем Что Умеют Прослушивать Трафик Ждать Брат Касты И В которых Будет Содержаться Специфическая Для DHCP Информация Откуда Она Возникает Когда У клиента На L3 Интерфейс Есть Настройка Получать Адреса Динамически И Этот Интерфейс Начинает Инициализироваться То есть Канальный Уровень Работает А сетевой Не Работает Еще Но Должен Получить Адрес То С интерфейса Выстреливается Кадр DHCP Discover DHCP Discover Идет Широковещание То есть Ваша машина На всю сетку Орет Дайте мне Пожалуйста Какой-нибудь Адрес Этот крик Достигает Интерфейсов Всех DHCP Серверов В этом Регионе Либо Интерфейсов На которых Так называемый Агент Ретрансляции Агент Ретрансляции DHCP Это Такая Система Которая Умеет Брать DHCP Браткаст Discover Услышанный И Передавать Его Через Несколько IP-сетей DHCP Сервер То есть Если бы Таких Систем Не было Вам Нужно Было Чтобы DHCP Сервер Смотрел В каждую В каждую В каждую Сетку Интерфейс Этого Не Происходит Поэтому Вы можете Один DHCP Сервер Завести А в каждую Сетку Поставить Подслушивающего Вот Этого Агента Он Называться Может DHCP Прокси Он В циске Называется IP Хелпер Ну В общем Смысл Вот такой Иногда IP Агент Называется Смысл Простой Он сидит Слушает Специфические Браткасты Когда Слышит Он Их Передает Юникастовым IP Пакетом На сервак Таким Образом Он Обходит Ограничения DHCP Сервер Надо Быть В каждой Среде Передачи Датных В общем Вы Вы Что Они Могут Сделать Они Смотрят На Каком IP Адресе Они Поймали Этот Крик У вас IP Адреса Еще Нет Вы Только Его Пытаетесь Получить А Вот У Этих Серверов IP Адрес Есть Поэтому Они Смотрят На Интерфейсе С Каким IP Адресом Это Было Поймано И И Исходя Из Того Какой У них IP Адрес На Среди Потенциально Раздаваемых Пулов Адресов То есть Администратор На DGCP Сервере Изначально Завел Один Или Более Диапазонов Адресов Которые Можно Раздавать Критерий Какой Будем Раздавать Будет Как раз Базироваться Именно На Логике В какой Смотрим Адресом То есть У меня Есть IP 192 168 111 Если Я Услышал На интерфейсе Где IP Чей-то Крик Дай Адрес Я Этому Чуваку Буду Выдавать Адрес Из Сети 192 168 110 Почему Да Чтобы После Конфигурирования Он Со мной В одной Сети Оказался Ведь У нас Помните Предположение Какое Что IP Сеть Вся Находится В пределах Одного Сегмента То есть Если Братказ Долетает То В пределах Одного Братказ Домино Мы Должны Такой Угадывает Кому Из Какого Диапазона Выдавать Далее Допустим Мы Нашли Диапазон С таким же адресом Как у нас На этом Интерфейсе И нашли В нем Свободный Адрес Мы У этого Адреса Делаем Пометочку В процессе Выдачи Чтобы его Быстро Кто-нибудь Не застолбил И В качестве Предложения Высылаем Вот этому Товарищу Возможно У нас Есть Специальная Настройка Резервация Адреса Это Когда Говорится Чуваку С таким Мак-адресом Всегда Выдавай Такой Апишник Ну Например Такой Часто Делается У всяких Принтеров Вот В этом Случае Мы Обработали Резервации И Чуваку Предложили Именно Тот Адрес Который Прямо Ему Нужен Окей Отправили Значит Эти данные И Ждем Что Теперь Делает Чувак К нему Пришел Один Или Ответ От Он Смотрит Не Предложил Ли Кто Нибудь Из Серверов Такой Же Адрес Который У Него У Был Если Предложил То Этот Адрес Имеет Преимущество Именно Поэтому У вас Комп В Диапазоне Адресов Айпишных Берет Один Адрес И После Перезагрузки Информ То Что Есть Адреса Например Числовой Меньше Свободные Остается На Месть То Если Бо Такой Алгоритма Не Был У Вас Диапазон Постоян Так Побулькивал Всем Б Постоянно Предлагали Самый Младший Адрес Из Доступных Но Этого Не Происходит И Если У Вас Допустим Всего Десять Компов И Они Равномерно Разбросаны По Сети Класс С То После Ребота Они Хапают Один Тот Ж Адрес Зачем Если Никто Не Предложил Такой Адрес Который У 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 Типа Хочу Забирать У Тебя Адрес Все Остальные Серваки Которые Слышат Реквест Могут У Себя Вас Из Строчки Предлагаемые К раздаче Адреса Вычеркнуть То есть Понимаете Вам Когда Они Предложили Адреса Они Все У Себя В Пулах Сделали На Одном Из Адресов Пометочку В Процесс Выдачи И После Этого DHCP Serra Вам Присылает Жирный Пакет С Опциями DHCP Не Просто Вам Адрес Выдают Он Вам Выдают Целую Стопку Опций Самый Распространенный Из них Это Суффикс Домино DNS Сервера Роутер Но Более Экзотический Это Тип Нет Байос Узла То есть Можно Брат Кастить Нет Байос Или Не Надо ТТЛ Дефолтный Сервера Времени Че Что Бывает Из Используемого Из Используемого Честно говоря Нифига Не Бывает А Вообще Опций Там Много Под 70 Штук Есть Некоторые Экзотические Типа 252 Которые В Отдельных Реализациях Того же Майкрософт Присутствуют Поэтому Опции Вы Можете Сами Создавать Настраивать Вот Как раз На Курсах Ну Вот Как раз На следующей Неделе Курс Серваку Виндовому Там Сетевая Система Рассказывает С среды Вот Там Удержит Ипсервер Можете Сами Опции Создавать Поконфигурить И клиентам Все Сгрузить Что Хочется Вот А у Него Ж Есть Канальный Адрес Да То есть Он У него До Конца Нет Айпи Адреса Да И Общение Идет По Макам Это Кадры Летают Так Да Настроите Держи Сервер Мы В общем-то Делали Мы С вами Пул Настраивали Значит Что Можно Еще Дополнительно Линейственно Настроить Различные Опции Если Вы Зайдете В Айпи Держи Сипи Пул И Там Вопрос К Нажмете То Можно Будет Выставить Там Произвольное Количество Всяческих Полерных Опций Известные Опции Имеют Стандартные Имена Типа Вот Как Здесь ДНС Сервер Или Домейн Ну А так Опции Можно По номеру Сказать Опция Номер Такая Имеет Такое Значение Сообщение DHCP В смысле Выглядит Но Это Кадр Там Внутри IP Пакет Ну Как бы Фейковое Вложение Которое Идет С Айпишника 4.0 На Айпишник 255 255 255 255 А внутри Удп Вложения Где Уже Будет Пара Там 68 Порт Задействовать Удп И вот По этому Критерию Определять Что это Именно DHCP Браткаст Это На самом Деле Унаследованный Формат От Протокола Бутепи То есть До Бутепи Использовал Все То же Самое У вас Есть Порты 67 68 Там Ну Может 69 Иногда Вот Они Под Это Дело Все Будут Задействоваться То есть DHCP Грубо говоря Не на Каждый Браткаст Реагирует А вот Именно Это Дорбит Ethernet Браткаст Внутри Которого Фейковый IP Пакет От 4.0 До 4 Раза По 255 Вот Там Смотрите Там В Бутепи Часть Использовалась Часть Тфтп А Часть Для Держ Спичного Общения То есть Это Все Короче Из Одной Кухни Под Названием Бездисковая Загрузка Рабочих Станций Оно Оттуда Все Выросло Поэтому Там Пишется Например С 67 На 68 Типа Как Идет Хотя На самом Деле Хост С которым Вы Общаетесь У него Еще Вообще Нет Сетевого Уровня Инициализированного То есть Это Именно Признаки То есть Вот Например Есть Держ Сип Перетранслятор Простой Вопрос А как Он Держ Сип Трафик Транслирует Просто Что Ль Все Браткасты Гонят Но Браткастов Дофига Разных РП Там Есть Например Нет Баю Да Вообще Много Браткастов Вот Он Ищет Специальные Такие Пакеты Которых IP Адреса Такие И Порты Соответствующие И Говорит О Вот Держ Сип Трафик Его И Гонят То есть Есть Критерии Все Такие Отличия На Таком Хотя Опять Таки В этот Момент Сетевой СТЭК С одной Сторон С клиентом Еще Не Инициализирован Так Да Как Держ Сипи Сервер Ну Это Мы С вами Включали Держ Сипи Пул Делали Вы Меня Конфигурили Так что Можно Сказать Что Мы Тут Вперед Забежали По Материалу Это Даже Хорошо Видите Слайды Сейчас Перещёлкнем Вот Я Наверное У субботнего Курса Программы В этом Плане Поменяю Чтобы Логичнее Было Ой Стоп 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 А Мониторинг Да Мониторинг Был Show IPDHCP Pool Это То Что Вы Можете Со стороны Сервера Сделать И Посмотреть Сколько У вас Всего Адресов И Кто Как И И Что IPDHCP Биндинг Было Это Простой Вариант Кто Подцепился С Какими Мак Адресами Это Вчера Я Вам Команду Предлагал Показывать Да Вот Крас Агент Ретрансляции Про Которую Говорил Вот Пронёс Вспоминаю То Есть У Вас Клиент Без Айпишника Видите С Вопросом Этот Клиент Кричит Держ Дисковер Это Видите ДНС Сервер Не Подходит Веб Сервер Слушает Не Подходит А тут Роутер Роутер Должен Браткаст Остановить Он же Не Передаёт Широковещание Просто Так Другие Сегменты Но На Нём Будет Специальная Гидротрансляция Которая Знает Что Некоторые Браткасты Надо Перетаскивать На Сервак Ну Да Я говорю Под ФТП Это Просто Пачка Для Бездисковой Загрузки Так Он Вам Будет Здесь Отвечать Вот А Настройка Вся Стоит Из Этого То На Интерфейсе Вы Вешаете IP Helper Adress Командой Указание На Какой IP Адрес Передавать Ретранслировать Распознанные Браткасты У Циски Грубо Говоря Нет Специальной Команды Только Исключительно DHCP Трафик IP Helper Adress Именно Вспомогательный Адрес Это Команда Которая Будет У вас Использоваться Чтобы Все Распознанные Браткасты Которые Относятся К протоколам Определяемым Передавать На определенный Адрес То есть Такой Helper Adress Это Тот Кто Должен Был Присутствовать В этой Среде Передачи И Слушать Широковещание Но Не Присутствует И Поэтому Будет Передавать Так Что Если Например Про Винду Говорить Там У Каждой Винды Есть Встроенный Сервис Routing Remote Access Вам Не надо Вставить Вам Это Сервис Надо Включить И Там Это Тоже На Каждой Системе Присутствует Там Прям Называется Dish Proxy Agent А Здесь Relay Agent Термины Разные Делает Одно И Тоже Вот На Ваша Команда Можете Запомнить Ну Вот Вам Как раз Опять Предлагают Посмотреть На Это В принципе Они Видите Ничего Другого Не Делают Они Просто Pool Новый Инициализируют Ну Сетку Ставят Вспоминайте Вчерашние Никаких Особенностей Здесь Не Будем Видеть Так Да Ну А как На Интерфейсе Включить Раздачу Адресов IP Адрес Деш Можно Явно Задать IP Адрес И Адрес Писать А можно Деш Будет Конфигурироваться Вот Служебное Сообщение Что Адрес Получен Оно Будет Выскакивать В том Случае Если Ваш Интерфейс От Адрес Получил Стандартное Применение Данной Штуки Это Когда У Вас Даже Кстати Трудно В современной Ситуации Ну Наверное Когда У Вас В Каком-то Таком Бизнес Центре Вам Сеть Притащили По Эзернету И Айпишник Одинокий Вам Под HCP Выдают Сейчас Просто Чаще всего Вам Провайдер В своем Статике Отдает Такое Что Провайдер Вам Одиночный Айпишник Отдавал Так Но Это Разве Что У Вас Действительно Какое-то Место Где Только По Одному Адресу Раздают А Вам Надо Раздать На Несколько Абонентов Хотя Это Все Сценарий Такие Домашние А не Рабочие Редко Можно Представить Чтобы Это Было Именно В Бизнес Использовании Да Так Что IP Интерфейс Бриф Включая Метод DHCP Да Ну Понятно Что У нас Колонечка Есть В IP Интерфейс Бриф В Выводе Метод Раздачи DHCP Вот Ничего Нового Так Что Мы Это Все Делать Вчера Адрес Выдавали Просто Я Выступал Клиентом Поэтому С стороны Клиент Как Адрес Получается Не Видите Но Можете Если Хотите У себя На роутере Повторно Включить Раздачу Адресов Хотя На Свиче Делали И На Свиче Допустим IP Адрес DHCP Врубить И Посмотреть Как Он Поймается Так С ДНС Слушайте По-моему С ДНС Тоже Говорили С вами Как Работает ДНС Что-то У меня Какие-то Странные Моменты ДНС ДНС Внутри Каждого Вилана Работает Как Внутри Обычного Эзернета То есть Он Просто Это Вилана Вилана Существует Он Про Ничего Не Знает Так ДНС Был И Сразу Держ Си Пишет Как Какой-то Кэшеобразный Набор Тут Идет Несколько Ну То есть Держ Си Попробовали Один слайд Про ДНС Теперь Держ Си Опять Прям ДНС Слайд Уже Повторяется Включить Эзернетский Интерфейс Чтобы Увидеть Держ Пи Сообщение Окей Включили Выключили Так 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 И Ага Рип Отлично По части Маршрутизации Рип Это будет Интересно Значит По Подготовке У нас будет Между роутерами Да Поэтому Ничего не нужно Просто Проверить Чтобы Выдом Роутер Могли Стучаться Давайте Чуть Чуть Про это Поговорим Я думаю За полчаса Еще успею Значит По протоколам Маршрутизации У нас С вами Была Картинка По Классификации Протоколов Помните Там Были Разные Варианты Некоторые Протоколы Обменивались Информацией О Строчках Таблицы Маршрутизации Некоторые Протоколы Обменивались Информацией О топологии Рип Будет Относиться К простым Дистанционным Векторам Который Будет Обмениваться Тупо Содержимым Роутинг Тейбл То есть Это Самый Простой Вариант Когда Выберет Таблицу Машетизации Вываливаете Соседу И говорите Вот моя Табличка Ты Если Чего-то Там Интересное Посмотри И сделай На основании Это Какие-то Выводы Такой Простой Простой Ход Прям Вот Ах Сложнее Это Когда У каждого Своя Топология В голове Каждый Отслежит События Информирует О событиях Из серии У роутера 8 на роутер С другой стороны Рип Очень простой По Загрузке Вычислительных Мощностей Очень простой По реализации Поэтому Его В простых Железках Любят Вон Видите Здесь Картиночка Какая у вас Показывается Что может быть Много протокола Динамической Маршутизации Слева Внизу Желтая Табличка Показывает Что Прям Два Может Работать На роутер Это нормально То есть Каждый Протокол Динамической Маршутизации Это по сути Сетевое Приложением И то Что вы Можете Несколько Запустить Да не вопрос Все логично Обратите внимание Слева Внизу Терминологию Роутер Роутинг Роутер Протокол Это тот Кого Маршутизирует Например IP Или IPv6 Или IPX Это сетевой Протокол То есть Кого Будут Роутить Роутинг Это кто Маршутизирует Это протоколы Которые Обмениваются Служебной Информацией С целью Чтобы Можно было Передавать IP-пакеты В далекие Неизвестные Сети Вся нужда В этой Задачи Возникла На сетевом Уровне Потому что У роутера Есть IP-сети С которыми Он может Взаимодействовать Но непосредственно К ним не подключен Вот у свитча Такого нет Если Свитч работает С каким-то Виланом X То это значит Что он С этим Виланом То есть С трафиком Этого Вилана Прямо Непосредственно Общается А у роутера Может быть Ситуация Что Вдалеке Есть IP-сеть Которая К нему Вообще Никак Не относится Так Назначение Протокола Динамической Маршрутизации Удаленные Сети Узнавать Поддерживать Информацию Про них В актуальном Состоянии И Выбирать Лучший Маршрут Помните Опять-таки Лучшим Маршрутом Называется Не что-то Абстрактное То что Вы Как администратор Настроите Как лучший Маршрут По своим Критериям Что это Значит Это значит Что Включить Протокол Динамической Маршрутизации По дефолту Посмотреть Чего он Настроил В сети И сказать Что-то Не идеально Наверное Плохой Протокол Это неправильно Вам его Настраивать Все равно Придется То что Он по умолчанию По некоторым Критериям Выбирает Маршруты И чаще Всего Эти критерии Подходят Ну Это Как-то Так Не особо Так Да Вот вам Еще раз Углубляют У меня такое ощущение Что у нас Там как бы Обзорные Были Помните Слайды Про то же самое Но Кратенько А тут уже Чуть-чуть Подробнее Делать То есть Как бы Они вторым Проходом Идут Интересный Такой Момент Ладно Посмотрим Такой Динамической Машизации Делится У вас На IGP EGP EGP Это те Которые Будут Взаимодействовать Между Автономными Системами А IGP Внутри Что такое Автономная Система Это Совокупность Сетей И Сетевого Оборудования Которыми Занимаются Находящихся Под Едином Управлением Грубо говоря Ваша автономная Система Это те IP-сети Внутри Которых Вы можете На Публичные IP-адреса Назначать Любые Ресурсы Определять Правила Взаимодействия Этих Сетей Маршрутизацию Между ними То есть За них Полностью Отвечаете В EGP Протоколах Из них PF Vector Routing Единственно Известен BGP Раньше Давным-давно Был протокол Который Так и Назывался EGP То есть Предтеча BGP Но протокол EGP Был совсем Давно На заре Интернета И он предполагал Что у интернета Будет выделенный Бэкбон То есть Что будет Такой хребет Интернета Такие главные Сети А будут Такие дополнительные BGP Все таки Предполагал Что они Все одноранговые Поэтому Он тут Один Одинокий Для него Целый класс Сделали Протоколов И целый Тип Их Все равно Он там Один Задача У него Будет Когда вы Настраиваете BGP От роутера Вашего До чужого Вам надо Понимать Что стандартизован Сам протокол И некоторые Подходы Конфигурированию Но вы не можете Требовать От той стороны Настроить И так Или не так Поэтому В BGP Настройки Самые Большие Интересности Таятся Поскольку Вам нужно Исходить Из того Что вы не можете Влиять на конфигурацию Пира С той стороны Слева же IGP Те которые Внутри У вас бегают То есть В них Возможна Ситуация Когда Вы можете Любой узел Настроить Ну простой Пример На различие Логики У вас Есть Собственная Сеть Вы там Хотите Динамическую Машутизацию Сделать Тут выясняется Что у вас Одна и та Частная сеть 112 168 1.0 Прописана В двух местах Организации Что вы делаете Вы Вычищая IP-дизайн Меняете Там адресацию Чтобы у вас Не было Дублирующих сетей Имеете Право В случае Когда у вас Идет взаимодействие Между автономной Системой Вы например Провайдер А у вас Клиенты Вы говорите А давайте Мы с вами Сбацаем Маршрутизацию Прямо на частных Адресах Давайте Говорят Клиенты Вы смотрите А у вас Из 10 Клиентов У 8 Сетка 120 168 1.0 Вы говорите Слушайте Мужики А давайте Вы вначале Там все Уникальные Сети Себе Возьмете А мне Так удобнее Они говорят Ну те Удобнее А нам Неудобнее Мы не будем Вот и все Поэтому Вся логика EGP протоколов Это в том Что Вы настраиваетесь В общих стандартах Но Не можете Приказать Друг другу Что-то делать EGP же Предполагает Что у вас Полный контроль И поэтому Вопросы Вида Пересекающейся IP пространства Некорректные Настройки Там Легко Обходится Серией Ну возьмите Донастроить Вон они У вас Там Будут Разбиваться На типы Linkstate ISPF И ISAS ISAS Мы будем Проходить На Более Старших Курс ISPF Как раз На CCNA У нас Разговор Про дистанционные Векторные Которые Слева Они у нас Разбиваются На Старенькие Которые Красные RIP И IGP И более Новые RIP Второй Версии И EIGRP 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 Это цисковский Протокол EIGRP Будет Соответственно Самым Древним Простым Ну как Простым Не очень Простым Но Древним EIGRP Будет Современным Притом EIGRP Чисто Цисковский А EIGRP Они сейчас Опубликовали Поэтому Он уже Не чисто Цисковский Его могут Другие Делать И Есть Уже Сторонние Реализации Поэтому Если Раньше Все четко Было ISPF Это Общий Для всех Протокол EIGRP Только ISPF На провайдерском Треке То есть Раньше Он был В роуте Да Если У вас 0 Asurance Есть То В записях Роута Первая Версия Он у вас Будет Вот Раньше Там Еще И PIM Проходили То есть Мультикастовый Роутинг А Сейчас Да Сейчас Отодвинули Все То есть Чисто Оставили Внутри Организационный Роутинг Вот Только В роут ISPF Очень крутой Протокол Интересный Но Скажем честно Сложноват Для многих Поэтому То что Его Отодвинули Из Общего Употребимого Трекса CNP Причина Простая Что Ну Много Много Проблем С освоением Было Хотя Он Интересный В частности Основная Одна Из его Вкусности Что Он Может Любые Сетевые Протокол Однотипно Маршрутизировать Я Вам Это Скажем так Это Большой SPF То есть SPF Это Чуть Урезанный Вариант А SAS Он Такой Монстр Ну У нас Все Просто Мы Начинаем С Рипа В2 С Левого Нижнего Угла Знакомства Характеристики Рип Будет Глупый Протокол Он Будет Заниматься Тем Что Оценивать Все Расстояния В количестве Роутеров Через Которые Надо Перепрыгнуть Поэтому Он Будет Абсолютно Забивать На Фактическую Загрузку Каналов Их Скорость И Для Него 2 Гигабитных Интерфейса Через 2 Интерфейса Что Надо Трафик Прогнать Будут Хуже Чем Один 100 Мегабитных Несмотря на то Что Они В 10 Раз Быстрее Да То Есть Вот Игнорирует Параметр Как Скорость Он Считает Все В Единицах Узлов Через Которые Трафик Должен Пройти Все Сети У него Делятся На Те Которые Уделены На Один Узел На Два Узла На Три Узла И Так Далее Как Мы Будем Инициализировать Этот Замечательный Протокол Командой Ролтер Внутри Него Будет Команда Версия Так У нас Две Целых Версии Первая Вторая Мы Сразу Будем Вторую Включать Вторая У нас Немножечко С класс Лист Сетями Лучше Работает Но Кстати Не до Конца Хорошо А Потом У нас Будет Команда Нетворк Видите Внизу Она Указывает Что Такая Сеть Участвует В Это Это Что Значит Команда Нетворк Говорит А Когда Будешь Кричать Другому Роутеру Про Ну В риповском Анонсе Что У меня Поддержится Протокол Рип Я тебе Показываю Свою Таблицу Машизации Показывай Эту Сетку И Второе Если У тебя Есть Интерфейс Который Смотрит В эту Сетку То Пожалуйста Работай На нем То есть Команда Нетворк В рипе Конфигурация Анонсировать Эту Сетку В самом Простом Варианте Вы Все Свои Сетевые Интерфейсы В рип Будете Упаковывать Так Давайте Я открою Роутер И Мы Сейчас Проверим Как Все Это Счастье Будет Жужжать Открывайте Роутер Проверяйте Как У вас Связь Со мной И Понастраиваем Рип Есть Контакт АУ Картинку Видно На экране Ок Так Шойпи Интерфейс Бриф Что у нас Здесь Нарисовано Вот Наситка 172.16 И так Далее И Лупбек У меня Сотый У вас Есть Маршрут Лупбека Правильно Отлично Смотрите Что мы Сейчас Сделаем Вы У себя Создадите Тоже Лупбек У ваших Роутеров Сейчас Только Один Интерфейс Который На меня Смотрит То есть Таким же Айпишником То есть М2.16 Что-то Вам Нужно Будет Создать Интерфейс Лупбек Да Вот Таким Вот Образом На Который Добавить Айпи Сеть Вида 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 Как Вы Добавить Так Ну Давайте Вот Такой По Простому Вот Такой Айпи Адрес Повесьте На Лупбек Ну А после Этого Будет Все Это Анонсировать Протоколом РИП Как Мы Сделаем Включим Протокол Динамической Инвестиции РИП Первым делом Скажем Вторая Версия А потом Начнем Мы сеть Искармливать Я поступлю По-простому Так Так Эта Сетка Бэшная Классовая То Отдав Ее В РИП Я отдал В анонс Все 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 Сети Которые 172.16 У меня Есть РИП При задании Команды Нетворк Бесклассовой То есть Вы Задавая Сеть Допустим 10.000 В РИП Вы Явно Скажете Все Кто Подпадает Под эту Классовую Сетку Всех Анонсировать РИП Вот такой Немножечко Глупый То есть Он В конфигурации Жрет Все Как Старый Классовый Вари Ну У меня Единственная Сетка Сот Не Подпала Давайте Мы Тогда Ну Давайте Явно Напишу Но Просто Чтобы Вы Понимали Видите Я Вот Смотрите Я Задал Как 100 100 100 0 О Гляньте Видно Да Он Все Равно В Классовый Записал Он Видит Что У нее Класс А Должен Быть Да Он Так И Зафигачил В конфиг Это РИП У него Так Принято Включите Пожалуйста У себя Протокол РИП За Обе Ваших IP Сетки То есть За Транзитную Которую На меня Смотрите С роутера И Вот Эту Студент 268 Я Вам Сейчас В качестве Шпора Покажу Картинку Ну А Я Буду Ждать Появления От Вас Информации О Пятая Система Настроилась А Если Короче Картиночка Я думаю Вам Предсказуем Что У вас Будет Две Строчки Нет Давайте Я Свой Экран Опять Покажу Он Лучше Он Интереснее Вот Видите Пятая Десятая Система Со мной По РИП Связались Да Не забудьте Статический Маршрут На меня Удалить А то Вы И без РИПа Сможете Достучаться До Моей Сетки Давайте Для Простоты Проверки Я Вам Еще Один Лупбэк Подниму И Маршрут На него Отдам То Стеной Ну А Вот Теперь У тех Кто Настроил РИП Вот У Пятой Десятой Машины Команда Show IP Road Или Show IP Road РИП Как Я Делаю Она Будет Вам Показывать Маршрут До Двухсотой Сетки Есть Такое Вот Ну То Понимаете Да Я Добавил Эту Сетку Создал Добавил В анонс И К вам Маршрут Сразу Пролетел Строчка Читается Следующим Образом Буква Р Это Протокол РИП Потом Какая Сетка Ну Вот Видите 120 68 50 24 Потом 120 Это Административное Расстояние РИПа А Через Слэш Метрика Что Значит Единичка Через Один Хоп Доступно Вполне Логично Сетка 120 68 50 Допустим У меня Доступна Через Один Маршрутизатор Через Пятый Все Хорошо Да Включаем РИП И Создаем Сетку Которая Наверху Написано 120 68 XX И Ее В анон Забросаем Так Что-то Мало Только Двое Делайте Не Сложное Так Давайте Опять Я вам Слайд Покажу Мало Может Вдохновит Ну Сабинтерфейс Это в общем Нормальный Совершенный Интерфейс Третий уровень В нем Такой же Протокол IP Ходит Как везде То есть Абсолютно Такой же Поэтому В нем Все то же Самое Можно Сделать Вы Можете Как На Самом Интерфейсе Прописать Отдавай Меня В Рип Так И В Конфигурации Рипа Прописать Сетку И Он Начнет Ее Анонсировать Анонсировать Вам Надо Транзитную Сетку От Меня До Вас И Вот То Что Наверху Я Сказал Вам Так Пока Только Пятая Десятая Системы Сделали Все И Радуются Жизни Протокол Рип Самый простой Поконфигурирование Вы Наверное Из этого Слайда Видите Что Проще Ну Просто Тяжело Потому Что Он Реально Включил Кнопкой Сказал Первая Или Вторая Версия И Сказал Какую Сетку И Все В Принципе У Других Будет Не Особо Сложнее Но Он Конечно Чемпион Потому Что Можно Не Сказать Какая Версия И Прям Включить Сказать Сетка И Поехали Так Не Вижу Больше Никого Ну Кстати Пятая Десятая Система Могут Точно Также Командой Шайпер Роутрип Видеть Кто Что Настроил Потому Что Мы Все Обменяемся Маршрут Поэтому Если Сеть Связана То Замечательно Ну Видимо Вы Просто Не Включили Еще Что То Все Что Вам Нужно Сделать Это Чтобы У Вас Была Сеть На Мой Роутер Лупбэк Создан Команда Роутер Рип Вторая Версия И Анонсировать Сетки 192 168 Вашу И 172 168 Проверяйте Тогда Еще раз Потому Что Конфиг Копеечная Получается У вас Два Интерфейса На каждом По одному Из Айпишников По Одному Айпишнику Включен Процесс Роутер Рип В котором Две Строчки Нетворк И Все Будет Работать Покажите Конфигурацию Рипа Так Сделайте Сверхушки Да 13 Сделалось Только 13 Еще Десятую Сетку Анонсирует Чего же Десятую Анонсируете Потому что Она здесь Нарисована И у вас Есть Это не значит Что Надо Рассказывать Уберите Ну да Короче Надо анонсировать Только 172 16 Для меня И 192 168 И Все Ну В общем От вас Две Пришло Так что Вы Лишние Убейте И Все Будет Нормально Да Все Окей Отлично Так У нас Три системы Которых Работает 5 10 13 Добивайте